Трибун свободы Прошло много времени с тех пор, как покинул Авеньон Коло-де-Риенцо, назначенный папой-нотариусом города Рима. Но вот снова о нем заговорили. Петрарко внимательно слушал эти вести. Николо Син-Лоренцо все более открыто выступал в защиту народа, всячески стремясь речами и символами воздействовать на его воображение. Так на стене церкви Сан-Анджело-ин-Пескьера, одной из самых старейших и самых славных в своем квартале, он велел нарисовать картину, изображавшую всемирный пожар. Вот высокое пламя охватывает королей и простонародье, а среди них и Рим в образе пожираемой огнем старой женщины. Справа от нее церковь, из которой выходит ангел в пурпурном плаще и белой туники, с мечом в руках. Он спешит на спасение гибнущего в пламени Рима. Петрарко хорошо знал эту аллегорию. В ней был и его собственный сон о конце и возрождении света, какой-то очень давний, быть может стоический, а может еще древнее, севилен, первых дней Рима. Но римские вельможи не принимали всерьез ни нотариуса, ни его символов, и часто приглашали его ради забавы послушать столь пламенные речи. Особенно он их развеселил на банкете у Джованни Колонна. — О, да! — крикнул нотариус. — Я буду когда-нибудь великим сеньором, а может быть императором, и тогда, — он указал на окружавших его баронов, — всех вас отдам под суд и велю повесить или отрубить головы. Бароны покатывались со смеху. Не первый день он смешил их росказнями, будто он и не сын трактирщика, поскольку его мать любил император Генрих VII. Так развлекалась знать до Троицына дня 1347 года. В предпраздничную субботу Кола вместе с другими заговорщиками в окружении сотни вооруженных единомышленников, которых он уже давно держал наготове, захватил Капитолий, разогнал сенаторскую стражу и чиновников. Никто не оказал сопротивления. Заиграли трубы, и Кола обратился к народу с призывом на следующий день всем собраться на этом священном холме, помнящем рождение города. Всю ночь он провел в молитвах в своей излюбленной церкви Сан-Анджело и Инпескьера. Утром следующего дня он двинулся на Капитолий. Одет он был в рыцарские доспехи. Его сопровождали двадцать пять заговорщиков. Впереди несли четыре хоругви. На красном фоне хоругви свободы был изображен Рим, в образе словно сошедшей с римской медали величественной богини. Она восседала на троне, держа земной шар в одной руке, пальму в другой. Внизу виднелась золотая надпись. Рома Капут Мунди. Рим глава мира. Хоругвь справедливости изображала на белом фоне святого Павла с мечом и венком, а на хоругве мира был святой Петр с ключами. В конце процессии несли старинную хоругвь с изображением святого Георгия. На Капитолии Кола выступил перед собравшейся толпою, которая провозгласила его ректором города. Эту должность он должен был разделить с папским легатом. Прежде чем толпа разошлась, послышались с разных сторон возгласы. «Чудо! Чудо!» Над головой нового ректора кружил прилетевший откуда-то голубь. Но Кола Дерьенцо остался недоволен. Ему не пришлись по вкусу ни звания ректора города, ни разделения власти. Через несколько дней он принял новое звание, которое пристало к нему навсегда — трибун. Теперь он был правомочен покарать смертью и миловать. Мог учреждать должности и сдавать указы, имевшие силу закона. Он стал диктатором. Свои послания Кола Дерьенцо начинал словами. «Николо — суровый и ласковый трибун свободы, справедливости и мира, освободитель Священной Римской Республики». За короткое время он реорганизовал вооруженные силы города, упорядочил акты правосудия, которые до тех пор почти не отличались от разбоя. Ошеломленные его успехами, аристократы заперлись в своих замках. Кола разослал баронам уведомления. Явиться на Капитолий для принятия присяги. Шутки стали сбываться. Мало кто осмелился выказать бывшему нотариусу непослушание. Когда все собрались, Кола вышел в пурпурном плаще, наброшенном на доспехе, и велел всем присягнуть на Библии, что они отрекаются от каких-либо замыслов напасть на него, что, уважая новую конституцию, будут заботиться о безопасности дорог и подвозе провизии, что не будут предоставлять убежище разбойникам и преступникам, а вдовам и сиротам будут оказывать помощь, что не будут предпринимать ничего во вред городу и его казне, и по первому призыву явятся с оружием или без него, как повелит трибун. Первым присягнул Стефануччо Колонна. За ним Арсини, Савелли. Народ молча смотрел, как их грозные руки касаются алтаря. Все это было как во сне. Петрарка вместе со всем Авеньоном жадно ловила те вести, которые, впрочем, находили подтверждение и в письмах самого трибуна. Петрарка чувствовал себя поднятым на волну необыкновенных событий. «Я знаю, — писал он трибуну, — что ты стоишь теперь на высочайшей сторожевой башне, перед судом и молвой не только итальянцев, но и всех людей, не только современников, но и тех, кто в будущие века родится. Ты взял на себя неимоверную тяжесть, но великолепную и прекрасную, дело необыкновенное и достойное похвалы. Никогда не забудут тебя ни современники, ни потомки. Не знаю, известно ли тебе, и думаешь ли ты о том, что твои письма, которые доходят до нас, не остаются у адресатов, а немедленно всеми старательно переписываются. С такой поспешностью передаются из рук в руки по всему городу и по курии, словно бы исходили не от такого же, как и всем и человека, а от какого-то высшего существа, антипода. И все это способствует тому, что письма эти сеют сумятицу в умах. Никогда от оракула Аполлона Дельфийского не получали столько противоречивых пророчеств, сколько из твоих высказываний. Он не думал о себе. Ему все было ясно. От заголовка до даты написания письма. Что за наслаждение читать? «Лебератая Република Анно Примо» в первом году свободной республики. Это слово радует, восхищает, очаровывает. Петрарко прежде всего был очарован той быстротой и блистательной славой, которую столь молниеносно завоевал Кола Дерьенц. Спустя две недели после захвата власти трибун упразднил феодальную систему, запретил гражданам Рима приносить вассальную присягу дворянам, называть дворянина господином, носить его герк. Дома аристократии запретил огораживать полисадниками, решетками, сторожевыми башнями, подъемными мостами. Наказание понесли многие высокорожденные грабители. Граф Бертольдо де Ангвилара уплатил штраф. Бывший сенатор Агапито Колонна стоял на Капитолии в оковах. Та же участь постигла Мартино Стефанески, бывшего сенатора и родственника двух кардиналов. Авиньон был вне себя от возмущения. Страсти разжигало семейство Колонна, задетое за живое. Что же теперь предпримет их излюбленный, верный друг и почти домочадец Петрарка? Из всего, что можно было предположить, наименее вероятным было то, что он сделал. Петрарка направил трибуну и римскому народу пламенное послание, в котором заявлял «Свобода среди вас. Нет превыше нее ничего более сладостного и желаемого. И никогда ее не познаешь лучше, нежели тогда, когда утратишь. Кто станет колебаться? Умереть ли свободным или жить в неволе? Вас окружают голодные стаи волков. Пусть из груди вашей исчезнет недостойная любовь к прежним тиранам, которая присуща вам, наверное, от долгой привычки. И раб до поры до времени поклоняется высокомерному господину, и птица, заключенная в клетку, заискивает перед своим хозяином. Но раб, если может, сбрасывает оковы, а птица улетит, если только отворить клетку. Вы были невольниками, высокоуважаемые мужи. Вы, кому все народы привыкли служить, вы, кто у своих ног видели королей, согнулись под властью горстки тиранов. Не знаю, чему больше удивляться. Такому долготерпению римлян или безмерному высокомерию тех, других. Из-под его пера появляются такие слова, как «бесплотный дворянский титул», «разбойники», «меч мести», «отогнать хищных волков от овчарни». Уже троих поочередно брутов мы прославляем. Первый изгнал гордого царя. Второй убил Юлия Цезаря. Третий в наше время преследует тиранов изгнанием и смертью. В обращении к трибуну он пишет, «Если не откажешься от верного совета, ни кровь, ни любовь тебя не оставят». Что касается этих людей, или, вернее, бестий, любая суровость праведна, любая жалость противоестественна. Ты, муж превосходный, открыл себе путь к бессмертию, ты должен выстоять. Ромул, маленький город окружил ненадежным валом. Ты, самую большую из всех столиц, окружаешь могучими стенами. Петрарка заканчивает как бы отрывком из древнеримской молитвы. «Благоденствуй, наш Камилл, наш Брут, наш Ромул, или, каким бы именем ты не предпочел быть названным, благоденствуй, Творец, Свободы, Мира, Спокойствия Рима». Что же мог Петрарка ему предложить? Своё перо. И теперь он думает только о том, как служить словом доброй славе и доброму имени трибуна. А из Рима доходили добрые вести. Похоже, было, будто начался золотой век. Возросло благосостояние народа. Житницы были полны хлеба. Городские кассы стали богатыми. Были расширены и отремонтированы больницы. С улиц исчезли голодные нищие. В письме к Клименту VI трибун мог похвастать, что в течение нескольких месяцев он умиротворил всю римскую провинцию, а Риму обеспечил такую широкую власть, какой у того не было уже много веков. Коло Дериенцо обладал богатой фантазией и пламенным даром слова. В своих мечтах и надеждах он переносил современников в новую эру. Редженерацио. Реновацио. Возрождение. Впервые это слово было произнесено именно его устами. Он повторял его неустанно, словно бы подгонял упирающееся божество. Но ему не хватало благоразумия, чтобы укротить свою гордость, разжигаемую фантастическими грезами. По всей Италии Коло Дериенцо разослал гонцов с приглашением на торжество посвящения в рыцари. Гонцы несли в руках окованные серебром жезлы, и при виде их люди становились на колени, приветствуя этот символ объединения. И Вавеньон забрел один из таких послов с письмами трибуна. На него напали, сломали о его голову жезл, знак его неприкосновенности, вырвали сумку с письмами и на глазах у всех порвали. Это было неслыханное насилие над правами народа, и Коло Дериенцо пожаловался папе. Петрарка в пылком письме обвинил Вавеньон в варварских нравах. Но Вавеньон уже перестал благосклонно взирать на дерзкого трибуна. В самом деле, Коло Дериенцо провозгласил свободными все итальянские земли, всем итальянцам дал римское гражданство, вложив новый смысл в старое понятие «populus romanus». На штандарте трибуна появилось изображение волчицы с двумя царевичами-близнецами, а с его уст слетали резкие слова против чужих властителей, то есть против Германской империи. Возможно, что он и папство намеревался ограничить одной лишь духовной властью. Все эти идеи были близки сердцу Петрарки. Он и сам не раз высказывал их осторожно в своих открытых письмах, искренне и смелее в тех, которые под названием «сине номене» анонимных хранил у себя. Но он был так нетерпелив, так возбужден, что засыпал трибуна Риенцо своими письмами. Нелегко сказать, муж превосходный, сколь сильно встревожен и обеспокоен я исходом твоих намерений. Бог мне свидетель. Я считаю себя в известной мере соучастником твоих опасностей, трудов и славы. Не хочу, да и действительно не могу удержаться, чтобы не выступить в твою защиту, когда, случись, кто-нибудь в моем присутствии дерзко о тебе отзовется. Всем известно, и каждый это подтвердит, с каким жаром и настойчивостью я всегда выступаю против тех, кто ставит под сомнение справедливость твоего управления, твою добрую волю и искренность, и не оглядываюсь назад, и не гляжу перед собой, кого уколю своим словом, кого раню. Неудивительно, что этим я оттолкнул от себя многих близких друзей. Говорю это, чтобы ты знал. Я с тобою и не издалека ожидаю конца, а нахожусь в строю и либо окажусь победителем, либо погибну в этой битве. День мой проходит в заботах, ночью тревожат сны, и вот так мучаюсь, находясь во сне и бодрствуя одновременно, и никогда не зная покоя. В таком состоянии единственным для меня утешением является перо. Расскажу, что видел последней ночью или о чем думал, потому что сам не знаю, наяву ли это было или в полусне. Показалось мне, что я вижу тебя на каком-то возвышении в центре мира, на крутой горе, на ее вершине, такой высокой, что она достигла чуть ли не самого неба. По сравнению с нею, все горы, какие я видел, все о которых читал или слышал, кажутся плоской равниной, даже сам Олимп, воспетый поэтами двух языков, превратился в скромный пригорок. Облака касались твоих ног, солнце висело низко над головою, тебя окружала свита отважных мужей, а ты, посредине, возвышаясь надо всеми, сидел на сверкающем троне, такой достойный и просветленный, что сам Феп мог бы тебе позавидовать. Я бродил вокруг, а толпа людей собиралась такая, что счесть ее было немыслимо. От удивления я не знал, что и подумать. Полагаю, что и двадцатая часть этого огромного сборища не населяла никогда земли. Кто-то из них в ответ на вопрос сказал, что здесь собрались народы не только нашего века, но и всех последующих. А что они делают? Ожидают? Услышал я в ответ. Каков будет конец этого мужа? И он указал глазами на тебя, за которого, как видишь, борется не только земля, но и небо и звезды. Слышишь ли ты этот шум? Я напряг слух и действительно услышал приглушенные раскаты грома из далекой тучи, словно бы приближалась гроза. — Марс, — сказал незнакомец, — угрожает молнией, но Юпитер спокоен. Я спросил, — Так что же ты думаешь? Чем окончится это ожидание? — Один бог ведает, — ответил тот. Коло Дерьенцо смело шел к вершине. Он был уверен, что со временем заменит серебряную диадему трибуна на железную королевскую корону, а кто знает, может, и на золотую корону императора. В день святого Иоанна он ехал в латеран на белом коне, что до сих пор было привилегией лишь папы и императора. Трибун избрал латеран местом, где собирался принести рыцарскую присягу, назначенную на 1 августа, день старинного праздника Ферреае Аугасти, установленного Октавианом после окончания гражданской войны 14 веков тому назад и вошедшего под названием Ферра Госта в живую традицию римского народа. Накануне праздника 31 июля в 3 часа дня по городу двигалась огромная процессия. Две тысячи гостей из разных концов Италии, посольства со штандартами, бароны из города и окрестностей, 200 всадников и 500 женщин, пешком сопровождавших мать и супругу трибуна, и, наконец, сам Кола Дерьенцо в длинном одеянии из белого шелка, обшитого парчой, со скипетром в руке. Рядом с ним ехал папский наместник. Впереди несли меч, позади — хоруковь. Спустился вечер, когда процессия вышла на площадь перед латеранской базиликой. Отозвались колокола. После торжественного богослужения в базилике трибун направился в достославный баптистерий Сан-Джованни-Инфонте. В порфировой купеле, в которой папа Сильвестр по преданию крестил некогда Константина Великого, совершил Кола Дерьенцо рыцарское омовение. На следующий день он опоясался мечом, как подобало рыцарю Святого Духа. Даже статуя Марка Аврелия участвовала в этих торжествах. Из ноздрей его бронзового коня с утра до ночи лилось по свинцовым трубам вино. Народ пил это вино, пел и плясал в сиянии августовского солнца. Две недели спустя состоялась коронация трибуна в Санта-Мария-Маджоре. Некоторые ее детали Кола Дерьенцо позаимствовал из церемонии увенчания Петрарки, воспоминания о которой еще были памятны. Ему сперва подали венок из дубовых листьев, ибо он граждан спас от смерти. Затем венок из плюща, ибо возлюбил религию. Третьим был миртовый венок, поскольку он честно исполняет свои обязанности. Четвертым — венок из лавра, в знак того, что полюбил науку, а корыстью пренебрег. Под конец священник прихода Санта-Мария-Маджоре вручил ему оливковый венок со словами «Муж смиренный, прими этот оливковый венок, ибо смирением ты победил высокомерие». Все венки были сплетены из растений и ветвей деревьев, которые разрослись на триумфальной арке Константина. Наконец, на голову Коло-де-Риенцо надели серебряную диадему, вручили ему скипетр и серебряную державу. Как будто наяву осуществилось видение Петрарки, когда трибун явился поэту на головокружительной вершине, и, словно бы послушавшись предостережения Петрарки, Коло-де-Риенцо стал все круче и круче обращаться с римской аристократией. Так в сентябре трибун пригласил выдающихся ее представителей на пиршество в Капитолии. В какой-то беседе Стефано Колонно сказал что-то неодобрительное о роскоши в одежде и о частной жизни трибуны. Коло переменился в лице, стал кричать, что его окружают враги, обвинил всех присутствующих в заговоре и велел отвезти в тюрьму. На другой день рано утром под зловещий звон колоколов узников ввели в зал обитый белым и красным сукном. Ожидали суровых приговоров. Между тем было объявлено помилование. — Зачем он выпустил этих волков из сети? — возмущался Петрарка, когда ему рассказали об этом. — Дом Колонно, в котором он чуть ли не был воспитан, обходил он теперь стороной. Там его обвиняли в предательстве, в черной неблагодарности. Много лет спустя он говорил об этом так. — Нет, для меня на целом свете семьи дороже княжеской семьи Колонно. Меня связала с нею любовь и тесная дружба. Но еще дороже мне республика, дороже Рим, дороже Италия, дороже безопасность и честь порядочных людей. Он не мог спокойно оставаться в своем одиночестве. Его не удовлетворяли письма, которые он посылал и получал. Ему хотелось быть вместе с трибуном в возрождающемся Риме, быть там, где занималась заря нового времени. 20 ноября 1347 года он отправился в Рим. Когда Петрарко проезжал мимо дома Колонно, его не покидало чувство, будто у окна стоит кардинал и следит за ним. С этим своим опекуном и другом он прощался в течение нескольких последних бессонных ночей, когда писал эклогу «Разрыв». Он сам, как пастух Амикл, говорил о себе, что идет за голосом сердца. Хватит с него чужих ниф и лесов. Крепнет в сердце любовь к отчизне властнозовущей. Там в расистой траве прекрасней бледность фиалок, рос на кустах аллея багрец и запах нежнее, чище родной ручеек по равнине бегущей знакомой, слаще вкус у травы на лугах Абзонии милой. Далеко Петрарко не уехал. В Генуе его ждали новые вести. «Я», — писал он трибуну, «получил от друзей письмо, в которых ты выглядишь совершенно изменившимся и в которых теперешняя твоя слава не напоминает прежнюю. Ты теперь любишь не народ, как прежде, а только худшую его часть. Ей служишь, ей льстишь, ею восторгаешься. Неужели мир должен увидеть, как из вождя добрых ты становишься сателлитом недостойных? Неужто столь неожиданно перепутались звезды, а может, божество стало к нам неблагосклонным? Зачем я мучаюсь? Все будет так, как установлено извечным порядком. Я не могу этого изменить. Я могу только убежать. С открытой душой я спешил к тебе. Теперь я возвращаюсь. Как безжалостно бывают даты. Это письмо, датированное в Генуе концом ноября, было уже над гробием величия и славы трибуна. Она испепелилась через несколько месяцев. Еще так недавно он победоносно выступал против крепостей баронов и, казалось, навсегда сокрушил их могущество. Но тут в зените его триумфа на трибуна обрушился папский суд. Коло Дериенцо предстал перед кардиналом Бертраном и сразу же сломался. Его покинула гордость, он стал безвольным, покорным и слабым. Он отрекся от всех своих титулов и званий, отменил декреты и после шести месяцев неограниченной власти тайком бежал из Рима и укрылся в горах. Чума Год 1348 был годом невиданных бедствий. Только монахи, листавшие старые монастырские хроники, могли указать на нечто подобное в давние времена. Словно грозное предзнаменование им предшествовало землетрясение в Италии и Германии. Несчастье пришло с Востока вместе с кораблями, заходившими в порты Италии, Франции, Англии, Фландрии, тем самым путем, по которому во II веке от Тихого до Атлантического океана прокатилась огромная волна чумы. В Европе признаки болезни были не те, что на Востоке. Там предвестником смерти было кровотечение из носа. Здесь первым признаком болезни были карбункулы, напоминавшие по форме яблоко или яйцо. В народе их называли шишками. Они появлялись сначала в паху, потом распространялись по всему телу, потом на руках и бедрах проступали черные или синие пятна, иногда большие и редкие, иногда мелкие и расположенные более часто. Говорили, что так болели и умирали люди в Риме в конце шестого века, когда в апостольскую столицу вступил Григорий Великий. Власти приказали очищать города, изолировать больных. Некоторые общины закрыли ворота и велели никого не впускать, а когда чума все же проникала сквозь стены города, карали смертью стражников, обвиняя их в продажности. По улицам шествовали процессии кающихся, устраивались молебны, еще никогда богачи столь щедро не раздавали милостыню. Из старых пергаментов переписывались подходящие к этому случаю песни и молитвы. Астрологи утверждали, что причина всех напастей несчастливое расположение небесных тел. Медики были беспомощны, хотя никогда не было их так много, как сейчас. Никому неизвестные прежде лекари, мужчины и женщины, не имевшие никакого представления о врачебном искусстве, придумывали самые удивительные средства. Монастырские фармацевты обращались к своим записям и извлекали из них различные рецепты, которые некогда якобы оказались эффективными. Больные умирали на третий день после появления первых признаков заболевания. От них заражались родные, соседи и все, кто только коснулся одежды больного или какого-нибудь предмета, который тот держал в руках. Больных избегали, люди запирались в своих домах, жили отрезанные от мира, а когда чума проникала и к ним, бежали, оставляя больных без присмотра. Здоровые по собственному разумению выбирали себе тот образ жизни, который больше соответствовал их склонностям. Одни искали спасения в воздержании, ели легкие кушания, пили лучшие вины, соблюдая умеренность, другие утверждали, что единственное лекарство от чумы — веселье, они не отказывали себе ни в чем, и случалось, что оставляли с носом безносую смерть. Вид у них был зловещий. Сутками просиживали они в корчмах, харчевнях, мертвецки пьяные врывались в покинутые дома и грабили их от подвала до чердака. Все законы были попраны, многие их стражи и исполнители поумирали, другие лежали при смерти, а третьи, лишившись подчиненных, остались неудел. Более рассудительными казались те, кто не укрывался в домах, не предавался буйству, спокойно ходил по улицам с душистыми цветами и пахучими травами в руках, убежденные, что эти травы и коренья, их благоухание придаст им сил и здоровья. Полезным, по крайней мере, было уже то, что таким образом им удавалось хоть отчасти спастись от царившего в городе зловонья разлагающихся трупов и смрада больных. Все, кто мог, бежали. Куда? Об этом не думали. Лишь бы очутиться где-нибудь в другом месте. Случалось, что люди, покидающие город, встречали у ворот таких же беженцев из других городов, искавших убежище именно здесь. Люди бросали все, дома, имущество, семьи. Брат оставлял брата, муж, жену, даже родители убегали от детей, обнаружив у них признаки болезни. Но находились и охотники, соглашавшиеся за плату присмотреть за больными. Правда, больше, чем на оплату они рассчитывали на хозяйское имущество и нередко сами умирали на пороге дома среди награбленного добра. По мере того, как зараза опустошала страну, живые все меньше заботились о мертвых. Хоронили их, как попало, лишь бы поскорее с этим покончить. И под конец трупы стали просто выбрасывать на улицы, где их подбирали могильщики. На одних носилках несли по нескольку трупов, не хватало гробов. О покойниках беспокоились не больше, чем о дохлых козах, говорит Бакач. Вскоре умершие утратили право не только на собственный гроб, но и на собственную могилу. В глубокие рвы сбрасывали сотни трупов. В деревнях не было и этого. Люди умирали на полях, на дорогах, в лесах. О них самих и об их опустевших домах, в которых никого не осталось в живых, знали только вороны. Лишенные какой бы то ни было помощи, словно проклятые человеческим обществом, крестьяне ежечасно ждали смерть и совершенно забросили свои хозяйства. Никто не обрабатывал поля, не заглядывал в виноградники и сады. Домашние животные шли под нож на ужин, который нередко оказывался последним. А кого пощадил нож, ибо рука хозяина уже окостенела, разбегались и бродили бездомные по окрестностям. Немало замков, возвышавшихся над деревнями и встречавших гостей скрежетом подъемных мостов, сигналами труп стражей, звоном колоколов в часовнях стояли теперь безмолвными и никто не знал, сбежали оттуда люди или умерли. Петрарко все время находился в разъездах. Из Вероны он перебрался в Парму, из Пармы в Феррару, наведывался то на Капри, то в Падую. Не заглядывал он только в Авиньон, который совсем обезлюдил. В нем насчитывали свыше ста тысяч умерших. Тогда не принято было заниматься статистикой, и только по числу умерших определяли, сколько живых носила год назад животворная земля. А кто из оставшихся доживет до Нового года? Среди могил и покойников Петрарки всюду мерещилась смерть. Он убегал от нее под опеку магнатов или просто куда глаза глядят. Его вечно мучило чувство страха. Ему казалось, что вокруг него мало простора, что он лишен свободы. Петрарка убегал из тесных улиц, из перенаселенных городов, из домов, и только в дороге чувствовал себя хозяином положения. Странствия были ему так же необходимы, как воздух, как открытое небо над головою. Он был прирожденный бродяга, и даже язык его — это язык странника, в котором то и дело мелькают такие слова, как дорога, тропа, поле, странствие, корабль, путь, конь, поклажа. Ими насыщена не только прямая речь, но и поэтические образы, сравнения и метафоры. Теперь смерть схватила за узду его коня и гнала из города в город по лесам, полям и бездорожью. Он убегал от мира, который близился к концу, и день нашей эпохи клонится к закату. На одной из стоянок он написал стихотворение «А, А, С, И, себе самому», в котором рассказал о тогдашних тревожных днях. Он убегает, но куда? Ни море, ни земля, ни горы не дают пристанищ. Напрасно он укоряет себя в трусости, напрасно встревоженно говорит себе от тщетности человеческих усилий, все равно он хочет жить. Страх и надежда днем и ночью борются в его сердце. Он ничего не знает, звезды на его небосклоне погасли, без проводника оказался несчастный гость бренного тела. Совсем иным был его брат Джерардо, настоятель монастыря, в котором обитал Джерардо. До тех пор человек деятельный и энергичный, перед лицом бедствия совсем потерял голову и советовал всем монахам бежать из обители. Куда? Где та обетованная земля? Где тот Арарат? Он ни о чем и слушать не хотел. Но брат Джерардо отказал настоятелю в послушании. Погибнешь и здесь в запустении, и даже могилы у тебя не будет, кричал настоятель. Брат Джерардо ответил, что никогда не заботился о своей могиле. Настоятель уехал, и с ним часть монахов. Однако чума не пощадила их. Настоятель погиб первым в тех краях, что казались ему безопасными. Человек тридцать осталось в монастыре с братом Джерардо. Но и сюда пришла чума и забирала людей одного за другим. Брат Джерардо ухаживал за больными и сам хоронил умерших. Он один уцелел. Когда на монастырь напали разбойники, ему удавалось успешно отражать нападение. Монастырский колокол всегда звонил в положенное время, давал соседним селам знать, что не дремлет мужественное сердце Джерардо. Когда наконец чума отступила, он стал подумывать о заселении монастыря. И брат Джерардо ввел в стены монастыря, уцелевшие только благодаря ему, новых монахов вместе с новым настоятелем. С удивлением смотрели они на человека, который вышел из этой героической борьбы здоровым, бодрым, веселым, со слезами на глазах, слушал Петрарко эти вести. И Джерардо показался ему все тем же юношей, который легко перепрыгивал через скалы и утесы ветреной горы. Огромное опустошение произвела чума и в жизни Петрарки. Много близких умерло. В Париже скончался Роберто Роберто де Барди, во Флоренции Сенучо дель Бене, в Авеньоне кардинал Джованни Колонна. Ни с одним из них он не попрощался, а с кардиналом, который был для него вторым отцом, не успел даже помириться. Вражда со времен римского трибуна осталась между ними навеки. Не попрощался он и с Лаурую. Известие о ее смерти он получил в Вероне и сделал запись в своем экземпляре Кодекса Вергилия. Он пишет, что сообщил ему об этом Людовик. Не был ли это тот самый Людовик из Кемпена, которого он всегда называл Сократом? Странно, что в этой записи Петрарка называет его по имени. А может это был другой Людовик, кто-то из близких Лауры? Чума прошла, оставив за собой обезлюдевшие города, опустевшие деревни, покинутые поля, сады и виноградники, разоренные кладбища, скорбь в сердцах и разоренные хозяйства. Но не успели еще люди прийти в себя, как грянуло новое бедствие, землетрясение. Похоже было, будто действительно близок конец света. С ужасом слушали люди вести из Рима. Латеранская базилика наполовину обвалилась, церковь святого Павла рухнула, башни, стены, дома были разрушены, вечный город лежал в руинах, но все же по-прежнему являл собой символ судеб всего человечества. А люди со дня на день ждали новых бедствий, теперь уже неотвратимых. Букаччо 1350 год Папа огласил Анно Санто Святым Годом. После Рождества 1349 года едва миновала чума, из всех европейских стран в Рим направились паломники. Как же примет их Рим, на который обрушилось двойное несчастье, чума и землетрясение? Кто найдет в нем пристанище? Таверны, постоялые дворы, харчевни, а их осталось совсем мало, ведь Рим отвык от гостей, были переполнены. Люди искали приют в частных домах, и весь город превратился в сплошной постоялый двор. Каждый домовладелец стал хозяином постоялого двора, но все равно для всех не хватало мест, приходилось ночевать под открытым небом возле костров. Таким ночлегом были вынуждены довольствоваться те, кому пребывание в Риме оказалось не по карману. Цены возросли непомерно, люди жаловались на нехватку сена, соломы, топлива, рыбы и овощей. Только мясо всегда было вдоволь, и стоило оно не очень дорого. Римлян упрекали в жадности, многие придерживали хлеб и вино, пока они не подорожали. Обедневший город хотел обогатиться за один год. Паломники не находили здесь почти ничего, кроме памятников старины да преданий. Все, что некогда было украшением города, лежало в развалинах или находилось в полном запустении. Тем фанатичнее молились они на могилах апостолов. А когда в воскресенье или в празднике в соборе святого Петра показывали Санто Сударю, толчия, была неимоверная, возникали даже опасения, что старые стены собора не выдержат и рухнут под натиском толпы. Санто Сударю, так называемый платок Святой Вероники. Старые люди, помнившие последний юбилейный год пятидесятилетней давности, с грустью взирали на эти ужасные перемены. Теперь в Риме не было папы, а тогда в столице Петра восседал великолепный Бонифаций Восьмой, последний из могущественных пап, которому подчинялись императоры и короли. Молодежь, в свою очередь, с грустью взирала на Капитолий, где уже не развивалась Харуквь-Трибуна. Никто не знал, что с ним сталось. Одни говорили, что он в обруцах и ведет жизнь отшельника, другие, что трибун отправился в Святую Землю, а некоторые готовы были поклясться, что опознали его в толпе паломников, но все эти слухи быстро забывались, так как на поверку оказывались лишь безосновательными домыслами. Петрарко только в конце лета собрался в путь. Пятый раз в жизни он ехал в Рим, но на этот раз не с французской земли, а с итальянской, поэтому он не думал об удобном морском пути и не спешил. Он и не мог спешить, ибо это были уже не те времена, когда можно было ехать налегке, вдвоем или втроем. Хотя это путешествие не было путешествием важного сеньора или сановника, все же оно оказалось достойным столь почитаемого поэта. Каждый город хотел видеть его своим гостем, и в каждом городе, кто-нибудь доприсоединялся к его свите. Так Петрарко въехал во Флоренцию. Флоренция не обладала для него очарованием отчизны. Здесь не было ничего, что могло бы поразить человека, который знал Париж, Неаполь, авеньонские дворцы и замки почти всех итальянских князей. В отличие от Данте, сердце которого трепетало при одном лишь воспоминании о Мео Бальсан Джованни, Петрарко остался холоден к этому городу. Мео Бальсан Джованни в моем прекрасном Сан-Джованни. Флоренция значила для него гораздо меньше, чем Рим, где самая обыкновенная мостовая становилась для поэта дорогой мечтаний и возвышенных раздумий. Разумеется, Флоренция досталась куда больше, чем другим городам, начиная от древних этрусков, но кто думал в те времена об этрусках, могилы, картины и скульптуры, которых еще были погребены в земле? Зато история этого города никогда не знала отдыха, и незачем было искать в ней вчерашний день. Петрарко осматривал средневековый город, где Палаццо Веккио уже бросал свою неровную тень на площадь Синьори, но над Санта Мария Дельфьора еще не возвышался купол Брунеллески. В пролетах Понта Веккио над желтым Арно, как и сегодня, словно птичьи гнезда, лепились многочисленные ювелирные ловчонки. В их розовых или голубых стенах был заключен сказочный мир, мир чудесных золотых изделий, которые просеивали, примеряли тонкие руки высоких, стройных девушек с полными губами, светлоглазых, светловолосых или же с волосами цвета каштана. Еще не воплотил их в бронзу и мрамор Донателло. Еще не восторгался ими Боттичелли, а Герландаио не заселил ими пресвиттерию в церкви Санта-Мария-Новелла. С ее стен смотрели тогда суровые фрески Орканьи. Это был мир Джотто, красочная колокольня которого уже поблескивало на солнце в этом аэро кристаллино в прозрачном флорентийском воздухе, ожидающем зорь возрождения. Он один в этом городе был предвестником Ренессанса. Сын изгнанника чувствовал себя здесь очень неуютно. Даже было как-то неспокойно на душе, особенно если он шел мимо дома Портинари, из которого некогда выходила Беатрича, мимо находящегося неподалеку другого дома, из которого украдкой бежал его отец, чтобы больше сюда не вернуться, или же мимо маленькой величиной сплоток площади с узким домом на краю, откуда тем же вихрем был выброшен Данте. Он чувствовал себя чужим на этих шумных улочках, в этом котле, кипевшем тысячью страстей, в пределах одной стены и рва. Почести, которые ему оказывали, он принимал весьма сдержанно, это можно было считать скромностью. Истинную свободу он находил только в кругу верных друзей. Больше всего его привлекал Джованни Бокаччо. Сын флорентийского купца и неизвестной парижанки, моложе Петрарки на девять лет, живой, остроумный весельчак, известный своими любовными похождениями, стихами и новеллами, он краснел и смущался, как студент в обществе поэта, увенчанного лаврами на Капитолии. Бокаччо любил и почитал Петрарку с давних пор, знал наизусть его сонеты и, подражая им, сочинял собственные, старался не упустить ничего из его латинской прозы, писал «Буколикум Кармен» тем же стилем и с такими же запутанными аллегориями, сто раз принимался за письмо, в котором хотел высказать свое восхищение творцу Африки, а сейчас не находил слов, чтобы хладнокровно отвечать на его вопрос. Под сенью громкой славы Петрарке он чувствовал себя лишенным собственной славы, более того, она казалась ему незаслуженно шумной. Встретившись, они долго смотрели друг на друга. Они были одинакового роста. Бокаччо внимательно изучал смуглое благородное лицо поэта с тонкими губами, останавливал взгляд на достойных прекрасного рисунка руках, и он не был бы сыном флорентийского купца, если бы не заметил и не оценил изящного одеяния Петрарке и великолепного сукна, из которого оно сшито. Петрарка с интересом следил за беспокойными движениями этого высокого, сильного человека, который, хотя ему еще и не было сорока, уже начинал сидеть и обнаруживал склонность к полноте. Припомнились ему и неаполитанские сплетни о любви Бокаччо и Марии, дочери короля Роберта. Встретилась эта странная пара в церкви Сан-Лоренцо Маджоре. Лаура, Беатриче вовсе нет. Бокаччо не был ни мечтателем, ни трубадуром. Он любил и был любим. Спал со своей возлюбленной, писал не только для нее, но и в ее присутствии. А когда с ней расстался, из-под его пера вышла Элегия Мадонны Фьеметты, посвященная всем влюбленным дамам. Это был первый дневник покинутой женщины, скорбный плач раненой любви, ненадуманный, а правдивый и душераздирающий, как голос, живого человека. Петрарке известно было обо всем этом понаслышке. Ни одной из его книг он не читал и промолчал, узнав, что Бокаччо занят сочинением большого сборника новелл. Его заинтересовало только название книги «Де Камерон». Он спросил Бокаччо, знает ли тот греческий. Увы, всего лишь несколько слов. «Так же, как и я», ответил Петрарка и рассказал ему о своих занятиях греческими. За несколько лет до того в Авеньоне появился некто Варлам, родом из Калабрии грек, исповедовавший греческую веру, от которой он отрекся и принял католичество. Петрарка завел с ним знакомство, перешедшее в дружбу. Они встречались ежедневно, и Варлам стал учить его греческому языку по рукописи Платона. Варлам получил от этих уроков больше, чем его ученик. Он изучил латынь, которую знал плохо. И благодаря протекции Петрарки получил епископство в родной Калабрии. Через несколько месяцев он покинул Авеньон, и это краткое обучение было прервано. Других учителей у Петрарки не было. Букатчо дал Петрарке слово, что не успокоится, пока не найдет грека, способного научить его греческому. Это необходимо, посоветовал Петрарк. Пусть хоть один из нас хорошо изучит этот язык, без него мы оба хромаем на одну ногу. Несколько дней они были почти неразлучны, проводили вместе каждый свободный час. Букатчо открыл Петрарке свои замыслы. Он хотел написать произведение о славных женщинах, как бы в дополнение Петрарковского. Но больше всего ему по душе генеалогия богов, в которой каждый найдет сведения о древних богах. Петрарко одобрил и горячо поддержал его. Это были труды, достойные столь блестящего ума. Петрарко просматривал книги, которые были гордостью и величайшим сокровищем Бокаччо. Среди них он обнаружил копии собственных произведений, сонеты, письма, разные мелочи. Но больше всего интересовался он античными писателями. Ничего нового в этом собрании он не нашел, однако некоторые кодексы были в лучшей сохранности, чем те, которые имелись у него. Бокаччо рассказывал о своих посещениях монастырских библиотек на Монте-Кассино, а в Гротто-Феррата. Не поверишь, какие это руины, как все разрушено. Это Петрарко знал по собственному опыту, но не следует ни разочаровываться, ни сомневаться, думал он. Нам неизвестен ни день, ни час, когда в наши руки попадет какое-нибудь забытое произведение античных писателей. В эту минуту вошел Лапо де Костелекьо. Он хоть и был юристом по профессии, но великолепно знал литературу. Страстный коллекционер, собиратель античных авторов, он нашел несколько сочинений Цицерона, которые незадолго до того переслал Петрарке. Они переписывались. Лапо копировал также письма Петрарке для других лиц. В этот раз он на прощание сунул поэту в сундук какую-то заплесневелую книгу. Что это? Увидишь. Для более продолжительного разговора не было времени. Кони ждали возле дома. Путешествие оказалось неудачным. Недалеко от Бульсены конь взбрыкнул, и Петрарка поранил ногу. Пока они доехали до Рима, рана загноилась. Петрарка опасался, что лишится ноги. К нему на помощь были созваны лучшие хирурги. Из всех врачей он доверял только хирургам. Благодаря их стараниям, через несколько недель поэт мог уже передвигаться. Он немножко прихрамывал, но ничуть не больше, чем еще прикованный к постели, он описал свое приключение в письме к Бокачи и закончил его следующими словами. Пишу тебе, мой друг, еще лежа в кровати, что, впрочем, видно из самого начертания букв, и пишу не для того, чтобы ты посочувствовал мне, а чтобы ты порадовался, что я перенес это с полным спокойствием духа, и точно так же перенесу и худшее, если случится. Живи счастливо и будь здоров, а обо мне не забывай. Это письмо, написанное в ночной тиши, было первым посланием в их многолетней дружбе. С этого времени они не перестают переписываться, думать друг о друге, мечтать о новой встрече, обмениваться книгами, все теснее, все прочнее становятся их дружеские отношения. Лишь через четыре столетия Гёте и Шиллер повторят этот образец дружбы двух великих писателей, которые в одном и том же столетии делят между собою славу и гордость своего народа. Сегодня говорят Петрарко и Бокаччо, одному отдавая первенство в поэтическом мастерстве, другому в итальянской прозе. И действительно, трудно не поражаться, что в середине четырнадцатого столетия, через сто лет после первых неуклюжих попыток передать факты и мысли на итальянском языке, он приобрел под пером Бокаччо, такое богатство и совершенство. Никто так, как он, не сумел соединить в одно целое изысканные обороты поэзии стил Нуова с тогдашним городским разговорным языком, в котором звучит гомон тесных улиц, заполненных криками продавцов и грохтом маленьких мастерских ремесленников, никто до него не пытался сажать цветы и сеять траву на городской мостовой, загонять в гущу домов веселый ветер полей, никто не умел из широковатых слов извлечь нежную мелодию, напоминающую шум деревьев в летнюю ночь, и не в силах был по ступеням коротких фраз подняться к огромным разветвленным периодам. Они были построены по античному образцу, но так, как вскоре будут строить архитекторы ренессанса, мастера фасадов с широкими окнами и мощными карнизами, бросающими тень на весь верхний этаж. Сознавая свое мастерство, Бокаччо, однако, недооценивал значимости своих произведений, но все же относился к ним куда благосклоннее и нежнее, нежели Петрарко, совершенно пренебрегавший ими. Все эти новеллы и рассказы были для него лишь развлекательной литературой, более высокой, чем ярмарочные творения, народные прибаутки и притчи, но родственны им по жанру. Более высокие по языку и стилю, они все же принадлежали к той убогой простонародной литературе, которая отвечала потребностям текущего момента, но не имела права рассчитывать на грядущие столетия. Несравненно важнее всех декамеронов, которые писал его друг, была для Петрарки та заплесневелая книга, которую сунул ему в сундук Ла-по-ди Кастелёнкио. Только особым стечением обстоятельств, несчастьем с ногой, болезнью, а потом и всевозможными делами в конце юбилейного года в Риме можно объяснить тот невероятный факт, что он взялся за этот драгоценный фолиант лишь на обратном пути в Орецо. Город встретил Петрарку небывалыми почестями. Ему показали оберегаемый с большим пиететом дом, в котором он родился. Ни один поэт до него не переступал еще порог своего детства с таким чувством, будто входил в музей. Но вот после всех оваций и приемов Петрарка нашел наконец свободную минуту и заглянул в рукопись, которую дал ему лапу. И сразу все перестало для него существовать. Напрасно стучались в двери, Петрарка не велел никого впускать. Он оправдывался тем, что принимает у себя очень высокого гостя. В самом деле это был необыкновенный гость, желанный, долгожданный, которого не раз ждали понапрасну, и вдруг он явился неожиданно, как Одиссей в Итаку, король в лохмотьях, квинтиллиан. Мало ныне на свете людей, кого согревает это имя и, пожалуй, ни в ком не вызывает такого неподдельного восторга, какой пробудило в тот декабрьский день у Петрарки. Это имя пользуется неизменным и большим уважением у филологов и историков литературы, идущих по следам его странствия в глубину веков. Это имя носил с заслуженной гордостью риттер первого века, испанец родом, во времена Флавиев, содержавший школу красноречия в Риме. Он и сам выступал как адвокат в знаменитых процессах, находился в дружеских отношениях с семьей императора, оставил немало произведений, в числе их знаменитое «О воспитании оратора». Тонкий исследователь стиля, великолепный теоретик красноречия, его особенно почитали в последние века античности, он был хорошо известен и в раннем средневековье, а потом затерялся, как множество других, где-то между XII и XIII веками. Петрарко хорошо знал только те декламации, которые ходили под его именем, и сразу распознал бы фальшивку. Сейчас он держал воспитание оратора, так давно разыскиваемое. Экземпляр находился в плачевном состоянии, не хватало нескольких книг, а в тех, что уцелели, было множество пробелов. Рукопись была переписана небрежно, пестрела ошибками. При исполненной восторга от того, что стал обладателем такого сокровища, и тревожась, что, возможно, где-то еще находятся затерянные, Петрарко по своему обыкновению, чтобы поделиться тем, что творилось в его душе, написал письмо, обращенное к духу Квинтилиана. Он датировал его из Орецо в горном мире между правым склоном Аппенин и правым берегом Арно, в моем родном городе, где впервые удалось мне познакомиться с тобой 7 декабря, года от Рождества Христова, которого твой господин предпочитал не признавать, а преследовать 1350-го. Твой господин Домициан. В сборнике писем Петрарки, хранимом во Флоренции, почтенный Лапо де Костенко дописал рядом с этими словами, «Говоришь правду, ибо я дал тебе его во времена твоего римского путешествия, а до этого никто его не видел». Петрарка обращался к Квинтилиану, как будто тот мог дать ему совет. «Мне хочется еще только одного — увидеть твое творение полностью, и где б ты ни был, молю тебя, не прячься больше». Таково было общение гуманистов живых и мертвых, словно бы светский вариант торжествующий и воинствующий церкви. Действительно, полный текст Квинтилиана существовал, но был надежно укрыт в монастыре в Сен-Голен, где его обнаружил Поджо Брачолине лишь спустя шестьдесят пять лет зимой 1415-16 года. Рукопись, которая была собственностью Петрарки ныне хранится в Париже, и каждая ее страница свидетельствует о его волнениях, радости, восторге. Поминутно он брался за перо, чтобы подчеркнуть ту или иную фразу и выделить восклицанием «Слушайте чересчур снисходительные родители, послушай, легкомысленный подражатель, запомни это проповедник, внимание, жадные и хищные адвокаты. Помните об этом ослы, коих я не удостою никаким именем, послушайте надутые ничтожные схоласты». Петрарка всех их вытащил на поля этой книги словно грозный судья. Все, чье невежество, глупость, высокомерие, не раз выводили его из себя, выстроились перед этим голосом разума и науки, голосом таким близким, словно он был голосом квинтиллиана. Он поминутно удивлялся, радовался, и его перо снова кричало «прекрасно, великолепно, чистая правда, встань и смотри». Но больше всего волнуют те места, где Петрарка разговаривает сам с собою. «Сильван, послушай, речь о тебе. Читай внимательно, Сильван». «А это снова против тебя, Сильван?» «Ответишь в трактате об одинокой жизни». Спустя несколько лет он дописал. «Я ответил по мере своих возможностей». «Сильван лесной» — это он, сам Петрарка, персонаж одной из своих эклог. Имя это так к нему пристало, что друзья часто его так и называли. А здесь, на полях рукописи Квинтелиана, оно звучит как самое ласковое обращение. С волнением и восторгом читал Петрарка эти страницы, точно присланные с того света дневник его собственных исследований, размышлений и дум. Увлеченный близостью взглядов, он комментировал их на полях книги отдельными примерами из своей жизни, воспоминаниями. Это было торжество его литературной доктрины, которую он завоевал собственным трудом, в полном одиночестве, вопреки почти всему, чем жил его век, и голос знаменитого учителя стольких поколений, согражданина величественной античности, подкреплял и как бы освещал его труд. Теперь он уже не сомневался в правильности своего пути. Он решил оживить традиции латинской литературы, и вот он получил подтверждение тому, что действительно был призван совершить это. В течение двух последующих столетий светлейшие умы Европы думали и чувствовали так, как чувствовал и думал в эти декабрьские дни 1350 года, склонившись над потрепанным кодексом Квинтелиана, Петрарко отец гуманизма. По пути из Орецо он не мог миновать Флоренции. Он должен был еще раз и еще горячее, нежели до этого, поблагодарить синьора де Кастелёнкьо, а также снова встретиться с Бокаччо, дружба с которым, как каждое новое чувство, требовало новых встреч. Они снова были очарованы друг другом. Когда прощались, у Бокаччо блестели на глазах слезы. «Мы не можем быть так далеко друг от друга», повторял он. После отъезда Петрарки Бокаччо решил действовать. С помощью друзей и почитателей Петрарки во Флоренции он без особого труда убедил городские власти, что необходимо что-то сделать для великого поэта. Рим увенчал его лаврами, Париж добивался того же, Авеньон осыпает его бенефициями, Флоренция должна вернуть ему отчизну. Именно это было изложено в письме, одном из наиболее волнующих писем, которые когда-либо получал Петрарка из родного города. высокочтимому Франческо Петрарки, канонику падуанскому, увенчанному лаврами поэту, дражайшему нашему согражданину, приор искусств и гон фолоньер справедливости, народа и города Флоренции. Давно уже до наших ушей и сердец дошла слава твоего имени, любимейший наш согражданин, счастливый отпрыск нашей отчизны. А что же они ему предлагают? Проотцовские нивы, некогда отнятые у его отца, а ныне выкупленные у частных лиц. Скромный это дар, но ты сумеешь его оценить, зная законы нашего города, ибо ни для кого еще не было сделано ничего подобного. Так вот, ты можешь свободно проживать в городе, в котором ты родился. Неужто тебя не привлекает возможность вернуться в родной город, краше которого, а это можно сказать с уверенностью, нет во всей Италии? Письмо длинное, пересыпанное цитатами из Вергилия, Солюстия, Энния, Лукана. В ход были пущены комплименты, перед которыми не устояло бы даже самое требовательное тщеславие. Ты овеял славою наш век. Мы поздравляем тебя и нашу родину, которая дала такого великого сына. Ты единственный и несравненный, такого не видели минувшие века и не увидят грядущее. Ты свет и блеск нашей отчизны. В последней фразе сказано, что письмо отвезет наш чрезвычайный посол Джованни Боккатчо. Боккатчо нашел Петрарку в Падуе и получил не менее красноречивый ответ. Петрарка рассыпался в словах благодарности, уверял в своей радости и гордости, которые его переполняют в связи с оказанной ему высокой честью. Что касается моего возвращения, Бог свидетель, как страстно я желаю подчиниться вашим приказам, но не все можно высказать в письме. Я поручаю это живому слову вашего посла. Славный муж Джованни Боккатчо, из рук которого я получил это письмо, передаст вам мои чувства столь же верно, как если бы я сам высказал их перед вами. Неизвестно, какого рода было это поручение. Можно предположить, что то была либо дипломатическая отговорка, либо торг о соответственном имущественном на деле. Флоренция была скупа. Боккатчо, которого посылали с различными миссиями, платили столь же скупо, как и сто лет спустя Макеавелли, которому не раз приходилось стыдиться своего убожества при пышных дворах, где он бывал послом. Принимая приглашение Флоренции, Петрарко вынужден был бы отказаться от ряда приходов, обеспечивавших ему вполне приличное содержание, поэтому ему следовало или постараться получить такие же бенефиции в пределах Флоренции или каким-то иным образом покрыть убытки. Все свидетельствует о том, что Петрарко не торопился воспользоваться почетным приглашением и был скорее им озабочен. Он не доверял своему городу. Тревога, всегда охватывавшая его среди тесных улиц и стен с закрытыми воротами и бастионами, та тревога, которая гнала его на открытые дороги и поля, овладевала им теперь при одной только мысли о Флоренции. Пятая стихия, как некогда Бонифаций Восьмой назвал этот бурный город, не соответствовала нраву поэта, всегда склонного к одиночеству и покою, а с годами еще больше стремившегося к безопасности и тишине. Петрарко не надеялся найти этого Флоренции. Флоренция была огорчена. Чего же хотел этот человек, переменчивый, как осенняя погода? Ведь никто иной, как он сам, в стихотворном послании к Зенобио Дострадо, домогался приглашения в город, который изгнал его отца. Ведь это он перечислял в гегзаметрах все города, которые звали его к себе и оказывали ему почествие, всех князей, которые предлагали ему свою дружбу, только для того, чтобы в конце, словами горечи и раздражения упрекнуть Флоренцию за ее молчание. Теперь, когда, наконец, она, отбросив спесь, заговорила чуть ли не со смирением, он ответил высокомерно и вел себя так, словно собирался засунуть их письмо вместе со старыми бумагами в ящик стола. Боккаччо выслушал от своих земляков немало горьких слов, а Флоренция, в конце концов, взяла обратно свой дар, и о возвращении Петрарки больше не было речи. Он думал о другом возвращении. Его вдруг с неотразимой силой охватила тоска по приюту отшельника в Воклюзе, где он не был четыре года, по роскошным полям, виноградникам, оливковым рощам, по книгам, которые он там оставил, по дому полному воспоминаний и снов, по незаконченным трудам. Пресыщенный обществом людей и собственной славой, он хотел укрыться в уединении, помнящем его безымянные дни. Он вернулся в разгар лета, когда виноградные гроздья золотились на лозах, сплетенных по итальянскому способу в гирлянды от дерева к дереву, когда сад был румяным от яблок, а сорг, бежавший по камням, скандировал свою бессмертную эклогу. Сенат и народ Рима Естественно, Петрарку не оставили в уединении. Давно уже дорога из-за Виньона в Уклюз не видела столько экипажей, столько конных и пеших путников. Прекрасная пора года благоприятствовала этим экскурсиям и в какой-то мере оправдывала их в глазах недовольного поэта, который вынужден был принимать все новых и новых гостей. Местные жители, удивленные числом кардиналов, епископов, аббатов, которые чередой съезжались к истокам сорга, терялись в догадках и полагали, что, наверное, сам папа проводит лето в этих краях. Более осведомленные соседи Петрарки не разуверяли их в этом, понимая, какой вызовет смех объяснение, что цель всех этих странствий — скромный домик поэтов в окклюзе. Авеньон никак не хотел согласиться с тем, что Петрарка снова уединился в деревне среди книг и бумаг. В Курии, где он был с коротким визитом, сразу же после приезда его приняли с большой предупредительностью и после этого не давали покоя, предлагая должность апостольского секретаря. Но Петрарка решительно отказался. Даже в молодости он всячески избегал официальных должностей, и теперь в расцвете славы пойти на службу в какое-нибудь беспокойное учреждение казалось ему величайшей глупостью. Зато он принял приглашение комиссии кардиналов, избранной для составления новой Конституции Рима, и изложил им свое мнение в двух посланиях. Не вникая в детали, касающиеся структуры управления и учреждений, городского ополчения или налоговой системы, Петрарка писал о величии Рима и славе вечного города, чуть ли не в каждой фразе упоминая «Республика романа». И примеры брал из эпохи республики, перескакивая через Римскую империю, явно для того, чтобы обойти молчанием ее средневековую имитацию, Римскую империю германской нации. В этом он был понятен и современен, ибо настаивал, чтобы в Риме правительство опиралось на самих римлян, на римский народ, который завоевал это право еще в прадавней борьбе с патрициями. Требуя отстранить отправление чужеземных пришельцев, Петрарка употреблял те же страстные слова, которыми некогда подогревал гнев римского трибуна против баронов. Он считал их чужаками, потомками германских родов, захватчиками, и, в сущности, его удар был направлен против самой феодальной системы, чуждой латинскому духу, создавшему собственную демократию еще в те времена, когда германцы жили в лесах, как дикие звери. Что ж тут ломать голову над строем Рима, когда он на вечные времена был определен этими священными буквами С. П. К. Р. Сенатус «Популускве романус» Достаточно вдохнуть в них новую жизнь, достаточно вернуть им прежнюю силу и славу. Со страницы, на которой он писал словно водяной знак, проступал облик трибуна. Петрарко откладывал перо и всматривался в голую стену, на которой виднелась тень его головы, прикрытые капюшоном, колеблющиеся вместе с огоньком свечи в подсвечнике. «Где ты, Николо?» Николо был в Праге, в тюрьме. Император Карл IV, под покровительство которого бежал Коло Дерьенцо, долго не знал, что делать с изгнанником. Коло удивил его и ошеломил. Он забрасывал императора письмами, в которых то оправдывал свои действия, то снова строил необыкновенные планы. Говорил о папской тиаре, о золотой короне императора, о серебряной трибуна, который будет князем Рима. «Нужно провести реформу церкви», писал он, «вернуть ей прежнее достоинство, евангельскую строгость». Император сдерживал его, как мог. Напоминаем тебе, чтоб ты отказался от этих фантазий. В конце концов, узнав, что в Авеньоне Коло д'Ариенца обвиняют в ересе, он стал его опасаться и отдал пражскому архиепископу. Архиепископ некоторое время поддержал Никола под арестом, ожидая более четких указаний из Авеньона. Наконец, папа потребовал вернуть узника. Недавно, сообщал Петрарк своему флорентийскому другу Нелли, в Курию пришел, вернее, не пришел, а его привели как пленника, Николо, сын Лоренцо, некогда грозный трибун Рима, а ныне несчастнейший из людей, хотя я не совсем уверен, достоин ли в своем несчастье и жалости тот, кто, имея возможность геройски погибнуть на Капитолии, предпочел сидеть в тюрьме, сперва в Чехии, потом в Лиможе, и тем самым выставить на посмешище имя Рима и республики. Больше, чем я бы того хотел, известно, сколь часто мое перо занималось его именем и славою. Я любил в нем добродетель, прославлял его намерения, восхищался его духом. Я поздравлял Италию и благословенный город с приобретением нового властелина, предсказывал мир всему свету. Я не мог скрыть радости, которые било из стольких источников. Мне казалось, что сам я разделяю эту славу. Я вдохновил его, о чем свидетельствуют его собственные послания и письма. Я подогревал его разум всем, что мог придумать, чтобы разжечь эту пламенную душу. Я хорошо знал, что ничто так не согревает благородной души, как слава и хвала, поэтому не скупился на них. Многим казалось это преувеличением, но мне искренней правдой. Я вспоминал давнее его деяния и побуждал на новые. Сохранились некоторые мои письма к нему. Я нисколько их не стыжусь, ведь я не пророк, да и сам он не мог всего предвидеть. Тогда, когда я писал их, он был достоин не только моей похвалы, но и восхищения всего человечества, и тем, что уже сделал, и тем, что еще намеревался сделать. Быть может, только по одной причине эти письма следовало бы уничтожить, именно потому, что он предпочел жить в бесчестии, чем умереть в славе. Но тут уж ничего не поделаешь. Если б я даже хотел их уничтожить, сделать это не сумею, они стали всеобщим достоянием, я не властен над ними. Однако вернемся к делу. Так вот, пришел он в Курию смиренный и отвергнутый. Он, который нагонял страх на всех злых людей в мире, а в добрых вселял светлую надежду и бодрость, он, которого некогда сопровождал весь римский народ вместе со старейшинами итальянских городов, шел теперь такой несчастный между двумя стражниками, а вокруг толпилась городская чернь, чтобы поглазеть на человека, чье имя совсем недавно было покрыто славой. Император римский отсылал его к римскому епископу. Кола Дериенцо посадили в самую высокую и наиболее укрепленную башню под названием Тур-де-Труя. Построил ее Бенедикт XII руками сарацин. Она возвышалась по соседству с кухнями, а весь низ ее был занят под склад дров и угля. Верхние этажи обычно пустовали. На последнем отвели место стражникам и устроили арсенал называемой артиллерией, поскольку там находились алебарды, баллисты, стрелы, арбалеты, не считая другого снаряжения. Клади Риенцо поместили в обширной комнате с тремя окнами, обращенными на три стороны света, с огромным камином, для которого не жалели дров. С потолка свисала длинная цепь, к которой он был прикован за ногу. Она предоставляла узнику некоторую свободу движений, но стоило ему шевельнуться, как она своим звяканьем напоминала о его позоре. Ему дали кровать, постельные принадлежности, одежду, кормили остатками с папского стола. Из папской библиотеки прислали несколько книг, Библию, Тита Ливия. У него были письменные принадлежности, и он пользовался ими, сочиняя какую-то религиозную поэму, о которой вскоре заговорил весь народ. Словом, это была, как мы читаем в одном из официальных документов, тюрьма благородная и изысканная. Едва прибыв в Авеньон, Коло-де-Риенцо стал расспрашивать о Петрарке. В городе ли он, помнит ли его, придет ли к нему на помощь? Петрарка молчал. Коло-де-Риенцо был причиной стольких огорчений и тревог поэта, что ему не хотелось вновь стать участником его дела, судя по всему, окончательно проигранного. О заступничестве перед папой нечего было и думать. Климент VI был настроен против трибуна. Впрочем, папа болел, и это явилось отчасти причиной того, что Петрарка восстановил против себя многих влиятельных лиц. Дело в том, что он написал папе письмо, призывавшее остерегаться невежд врачей, которые ничем не могут больному помочь, разве только поскорее отправить на тот свет. Давнее презрение и неприязнь к чванливым лекарям, ставившим себя высоко, к неучам, принимаемым многими наивными людьми за бесценный кладезь знаний, в то время как они заслуживали лишь звания мыльных пузырей, продиктовали ему резкие слова, почти жестокую издевку над всякой человеческой глупостью. Это вызвало бурю негодования среди врачей, а они были достаточно влиятельны, чтобы пошатнуть даже такой авторитет, как Петрарк. Он боролся с ними еще много лет и посвятил им немало уничижительных сочинений, столь же язвительных и обоснованных, как всем известные нападки Мольера, которые много лет спустя с таким блеском высмеивал чванливых лекарей с их отсталой средневековой медициной. Но Коло Дериенцо слишком много значил в жизни Петрарке, чтобы он мог покинуть его в беде. Он сделал то, что считал лучшим. Обратился с письмом к римскому народу, призывая его вступиться за своего трибуна. Письмо это в сущности было брошюрой или безымянной листовкой и имело целью то, что мы сегодня назвали бы воздействием на общественное мнение. Ибо самым худшим для узника было молчание. Никто не осмеливается, писал Петрарка, промолвить даже слово, разве только робко шепнет что-то в темном углу. Я и сам, хотя и не побоялся бы умереть, если б моя смерть принесла республике какую-нибудь пользу, сейчас молчу и даже в этом письме к вам не называю своего имени. Думаю, что сам стиль может служить подписью. Добавлю еще, что обращаюсь к вам как римский гражданин. Петрарка был римским гражданином со времени увенчания лавровым венком на Капитолии и считал это звание самым почетным из всех своих титулов. Если бы кто-нибудь отказал ему в этом праве, Петрарка боролся бы за него, со всей страстью и энергией даже призвал бы на помощь Цицерона с его речью в защиту поэта Архия. Но никто этого не оспаривал. Цивис Романус так был обесценен, что скорее Петрарка оказывал ему честь, гордясь этим гражданством. Как трудно понять поэтов. В первой фразе своего письма Петрарка обращался к римскому народу со словами «Непобедимый народ мой, покоритель мира!» А добропорядочные мещане с берегов Тибра не знали, что им делать, то ли смеяться над этими словами, то ли плакать. Один только Коло Дерьенцо принимал их всерьез, зато теперь и позванивал цепью в Тур-де-Троя. Нам неизвестно, какие последствия имело это послание, пробудило ли оно совесть у римского народа или римский народ, забыл о своем трибуне, искал ли Петрарка какие-нибудь иные пути, чтобы прийти на помощь человеку, которым некогда так восхищался. Весьма возможно, что и искал, однако окончательно судьбу трибуна решила смерть Климента Шестого. На его место был избран Иннокентий Шестой, и многие восприняли это так, словно после солнечного дня вдруг наступила темная ночь. Климент Шестой любил роскошь, пиршество был щедрым, даже расточительным, большим охотником до праздников и турниров, а Виньон не помнил более великолепных времен. А Иннокентий Шестой был ласкет, человек сурового нрава, скуповат. Впрочем, так оценивали в этом своевольном городе каждого, кто не любил сорить деньгами. Энергичный и властный он начал с радикальной реформы Курии, разогнал толпу нахлебников, которая ее окружала, урезал ненужные расходы, бросил в печь проекты новых дворцов, башен и садов, а художникам велел передать, что фресок с него хватит. По-иному отнесся он и кузнику, приостановил начатый процесс, снял с него обвинение, освободил от наказания и отдал под опеку кардинала Альборноса, который направлялся в Италию, чтобы упорядочить отношения в церковном государстве. Кола Дериенцо довольно долго находился в свите кардинала, пока наконец ему не предоставили некоторые свободы, достаточные для того, чтобы он мог раздобыть денег и собрать войско для похода на Рим. Однако завоевывать его не было никакой необходимости. Римские рыцари с оливковыми ветвями в руках вышли его встречать к Монте Марио. Он въехал в город по мосту Святого Ангела. На улицах были сооружены триумфальные арки, из окон из балконов свисали ковры. Шедшее впереди духовенство пело «Благословен, кто приходит!» Приветственным возгласом толпы не было конца. Кола де Риенцо встречали так, словно бы сам Сципион Африканский возвращался в Рим. На следующий день явились делегации от окрестных общин, чтобы воздать ему почести. «Теперь ты не покинешь нас!» говорили ему. На этот раз срок его правления длился девять недель. Кола де Риенцо начал с того, на чем остановился в 1347 году. Двинулся на Палестину, гнездо семейства колонна. Осада была длительной, и наемные солдаты требовали выплаты просроченного жалования. Кола одолжил денег у братьев известного кондотьера фра-Монреале, но вскоре сам фра-Монреале, гроза всей Италии, появился в Риме. Кола тут же воспользовался случаем, чтобы избавиться от этой опасной личности и поживиться его имуществом. Фра-Монреале был схвачен и казнен на Капитолии у подножия лестницы Санта-Мария-Арацели. Кола захватил все его достояния и уплатил самые неотложные долги. Монреале был разбойником без чести и веры, но за его казнь трибуна все же осуждали. Осуждали за то, что он казнил разбойника не во имя справедливости, а из корысти. Кола Дерьенцо постоянно не хватало денег, и чтобы раздобыть их, он устанавливал все новые и новые налоги. Обложил ими даже вино и повысил цены на соль, чем вызвал всеобщее возмущение. Начались интриги, заговоры, трибун стал подозрительным, недоверчивым, вместе с виновными арестовывал невинных, а смертные приговоры переполнили чашу терпения. В городе громко заговорили, что трибун убивает людей, чтобы захватить их имущество. Вскоре Кола получил от папы назначение на пост сенатора. Папская булла была доставлена поздно вечером, и поэтому он отложил ее публичное чтение на следующий день. Но она никогда уже не была прочитана. Ранним утром следующего дня вышли две колонны вооруженных людей, одна из района Сан-Анджело и Рипа, другая из района Колонна и Треви. С возгласами «Да здравствует народ!» они двинулись к Капитолию. Здесь, перед дворцом сенатора, возгласы сменились криками «Смерть предателю!» «Долой налоги!» в окна посыпались камни, дворец пытались поджечь. Все приближенные тут же покинули трибуны. Он бежал через пустые залы, не встретив ни единой живой души. Наконец, схватил харук Фрима и вышел на балкон. В него посыпались камни. Кола проиграл последнюю ставку. Если б ему дали возможность говорить, он нашел бы нужные слова. Ораторское искусство еще никогда его не подводило и погасил бы возмущение, но он успел сделать одно — развернул харук и указал на вышитые золотом буквы «Сенат и народ Рима». Это был последний жест достойной легенды. Прячась от камней, Кола Дерьенцо переоделся, вымазал лицо сажей, закутался в плащ пастуха, прикрыв голову подушкой, чтобы уберечься от падающих балок, дворец уже охватило пламя, спустился из окна и кричал вместе со всеми, словно сам был из числа нападающих. Неожиданно плащ распахнулся и засверкали золотые наплечники, которые он забыл срезать. С трибуны сорвали плащ и вот в одежде из зеленого бархата и в красных чулках, будто выставленный на посмешище, он попал в руки толпы. Не зная, как с ним быть, его повели к церкви Арацели, но тут кто-то сзади ударил его по голове и сразу засверкали ножи. Его продырявили как решето и тащили за ноги до самой площади Марцелла. Толпа ахейцев тащила по Риму труп Гектора. Затем бесформенную массу повесили посреди площади. У подножия позорного столба валялся отброшенный чьей-то ногой обрывок хоругви и в грязи можно было прочесть вышитые золотом буквы Сенат и народ Рима. На третий день евреям велели сложить костер из засохших веток и на нем сожгли то, что некогда было телом трибуна. Это происходило у подножия мавзолея Августа. Пепел развеяли на все четыре стороны света. Но более могущественный ветер истории унес в далекие века славу его имени и эхо фанфар, которыми Коло Дериенце в день первого августа 1347 года провозгласил независимость Италии. Их отзвуки в течение четырнадцатого и пятнадцатого веков слышатся в творчестве Петрарки, Бокаччо, у Леонардо Бруни, у Фаццо Дельи Уберти, у Маттео Вилани, у Поджо Брочеллини и в произведениях всех писателей, которые мыслью, мечтою, словом ускоряли объединение итальянской родины. Ренессанс включил имя трибуна в орбиту своей славы, ибо он, подобно Петрарке, именно в античности черпал свои идеалы высшей культуры, высшего стиля жизни, свободы и презрения к изжившим себя формам жизни. Правитель замка Петрарка считал, что подвергает себя опасности, столь открыто выступая на стороне римского трибуна. Однако оказалось, что гораздо более опасным является его старое знакомство с Вергилием. Петрарка не считался с эпохой, которую намного опередил, и не предполагал, что очень многие люди знают Вергилия лишь по роману «Необыкновенные похождения Вергилия, сына рыцаря из Орден», да по ярмарочной болтовне о его магических проделках. Правда, до ушей Петрарки дошло, что его самого называют новым Вильгардо. Предание гласило, будто грамматик из Равенны Вильгардо в тысячном году увидел во сне трех демонов. Один из них назвал Свергилием, другой Горацием, третий Ювеналом, и все трое благодарили его за почести и благоволение, которыми он их окружил. После этого сна Вильгардо стал провозглашать речи против веры, утверждая, что настоящая истина только та, которую провозглашают поэты. Похоже было, что некоторые члены кардинальской коллегии готовы видеть в Петрарке ученика чернокнижника. Поэт только забавлялся этим в беседе с отдельными кардиналами, которые, подобно Толейрану, высмеивали невежество своих отсталых коллег. Однако дело приобрело серьезный оборот, когда к этим нелепым наговором стал прислушиваться новый папа Иннокентий VI. Несомненно, свою лепту внесли и врачи, которым Петрарка немало досадил. Недруги зашептали, почему это он уединяется в Воклюзе и чем он там занимается по ночам. Сквозь щели в ставнях его комнаты виден свет, который гаснет только на рассвете. Он не расстается с Вергилием. Все понятно. Он занимается магией и чернокнижием. Петрарка сперва только смеялся над этим, потом удивлялся, а затем начал волноваться. Что может быть страшнее абсолютной глупости? Поэт впал в отчаяние. Он чувствовал себя всеми покинутым, никому не доверял. Писал письма влиятельным друзьям, уверяя их в своей верности, в которой никто из них не сомневался. Такой уж у него был характер. Даже малейшая тучка была способна окутать всю его жизнь мраком. Мысленно представлял он себя лишенным заслуг, славы, признания. «Я чужак», взывал он, «и бродяга на земле, как все мои отцы». «Я изгнанник, я испуганный скиталец». Он видел себя валяющимся в придорожной канаве, без крова над головой, без близкой души. И поэт решил бежать, собрал, что было в доме наиболее ценного, и, крадучись, выскользнул из своей уединенной долины. Буря и ливень вернули его с дороги. Но решение своего он не изменил, и в мае 1353 года навсегда покинул авиньон и Воклюз. По пути он посетил монастырь брата Джерардо. Это была последняя их встреча. Через несколько месяцев после отъезда Петрарки неизвестные злоумышленники ворвались в его обитель, украли, что смогли, и подожгли дом. Верного управляющего Раймона Моне тогда уже не было в живых, а без него дом в Воклюзе был обречен. К счастью, уцелело величайшее сокровище, книги, спрятанные в гроте, где никто не догадался их искать. Так были сожжены все мосты, по которым Петрарка мог вернуться в авиньон. По пути через Альпы, увидев Италию, он создал одну из прекраснейших своих латинских песен. Здравствуй, священный край, любимый Господом, здравствуй! Край для добрых оплот и гроза для злых и надменных, край благородством своим благородной страны затмивший, край, где земля плодоноснее всех и прекрасней для взора, морем омытой двойным, знаменитыми славной горами. Дом почтенный от всех, где и мечи, законы, святые, музы живут сообща, изобильный мужами и златом. Край, где являли всегда природа вкупе с искусством, высшую милость тебя саделов наставником мира. Жадно я ныне стремлюсь к тебе после долгой разлуки. Житель твой навсегда, ибо ты даруешь отрадный жизни усталый приют. Ты дашь землю, которой тело засыплют мое. На тебя Италия снова радости полной смотрю с высоты лесистой гебенны. Мгла облаков позади, лица коснулось дыхания ясного неба и вновь потоком ласковым воздух обнял меня. Узнаю и приветствую землю родную. Здравствуй, вселенной краса, отчизна славная, здравствуй. Едва Петрарка двинулся в путь, едва разошлась весть, что он оставил в оклюз, со всех сторон послышались голоса «Куда? Почему не к нам?» Авеньон не желал примириться с тем, что Петрарка навсегда его покинул. Флорентийские друзья насупились. Падуя напоминала о своих правах, ведь он был ее каноником и его связывала дружба с правящим двором. Парма ссылалась на давнюю его близость с сеньорами Дакореджо, к тому же здесь стоял его дом, в котором ему было так хорошо. Его приглашали король французский, король Неаполя, князь Гонзага из Манты, а венецианский дож Дандоло, с которым Петрарка переписывался, был уверен, что он предпочтет Венецию. Победил тот, кому всегда улыбалось счастье, Джованни Висконти, архиепископ Милана. Букаччо не знал, сердиться ему или плакать. Петрарка у Висконти. Все были поражены, многие возмущены. Двор Висконти считался самым скандальным среди всех итальянских дворов, хотя и остальные не отличались добропорядочностью. Имя Висконти стало чуть ли не символом беспощадности жестокости и преступлений. Правда, архиепископ Джованни не заслуживал столь суровой оценки, но и на него падала тень мрачного рода. Да и сам он не был ягненком. Это был сеньор гордый и решительный, не князь церкви, с которой он неустанно спорил, а князь Милана, настоящий властелин, заботившийся о величии дома Висконти и о расширении своего могущества в Италии. Архиепископ прибрал к рукам Петрарку так, словно занял расположенный по соседству чужой город. Он победил его лестью. Поэт сдался не сразу и на почетных условиях. Он выговорил себе независимость и отказался от каких бы то ни было обязанностей. Но архиепископ сразу заявил, что ничего от него не требуют. Ему довольны и того, что все знают, Петрарка принял его приглашение и поселился в Милане. Это будет для Висконти большой честью. Разве можно было устоять против таких слов, высказанных столь важным сеньором? Взвесив все, писал Петрарка друзьям, я выбрал то, что лучшее, или по крайней мере меньшее зло, впрочем, хорошо ли, плохо ли, но я, несомненно, сделал то, что было необходимо. Петрарка поселился в доме на краю города возле собора святого Амвросия. Из его окна были видны свинцовая крыша собора и две башни у главного входа. Здесь проходил блаженный Августин. Его тут крестили. Через эти ворота шествовали за железной короной ломбардские короли и германские императоры. Но больше всего приковывала взгляд Петрарки скульптура, изображавшая святого Амвросия. Как величаво это чело с густыми бровями! Какое спокойствие в этих глазах! Он словно живой, только уста немые! Из старого храма доносились мелодии гимнов, которые впервые пел в нем святой Амвросий тысячи лет тому назад. Задняя стена дома прилегала к городской стене, за нею зеленели широкие поля, а еще дальше виднелись снежные вершины Альп. Петрарка хвалил также необыкновенно целебный воздух, хотя именно здесь подхватил малярию, которая мучила его долгие годы. Архиепископ Джованни вскоре умер, и после него к власти пришли трое его племянников Маттео, Барнабо и Голиацо. Только теперь Петрарка понял, какой плохой выбор он сделал, но отступать было некуда. Неудача следовала за неудачей. Умер дождь Дондоло вскоре после этого был казнен его преемник Марино Фольери, с которым у Петрарки была давняя дружба. Позорно погиб Коло Дириенцо, обвиненный в измене и лишенный достояния. Ушел в изгнание отца до Кареджо. Его тяжба со Скореджери обернулась и против Петрарки. Сына поэта Джованни изгнали из Вероны. Податься было некуда, да и Барнабо Висконти был не из тех людей, которые выпускают птичек из клетки. Это была личность, достойная пера Светония. Для Барнабо самым важным занятием была охота на диких кабанов. Только его дротик мог их убивать, и тот, кто осмелился поднять руку на герцогского кабана, терял ее под топором палача, чаще всего вместе с ней и голову. Подданные вынуждены были содержать герцогскую псарню, насчитывающую свыше пяти тысяч гонщих. Неслыханные налоги ложились на плечи миланцев. Турниры, балы, семейные торжества, все это требовало денег. Дети герцога должны были иметь серебряные колыбели. Петрарко стал крестным отцом одного из них. Он подарил крестнику золотой кубок и нарек его марком. Потом он объяснил, почему он выбрал это имя в длинном латинском стихотворении объяснил. В нем он перечислил всех знаменитых марков, которых знала история, особенно римская, и только под конец вспомнил о евангелисте. Как ни странно, он не постеснялся упомянуть в этом списке и Марко Висконте двоюродного деда своего крестника, хотя всем было известно, что он погиб от руки одного из племянников. Бокаччо был прав. При дворе Висконте ничего не стоило потерять свободу или совесть. Петрарков стал политическим деятелем. Для него это было неожиданным, но нельзя сказать, что бы неприятным. Еще архиепископ Джованни уговорил его быть послом в интересах мира между Венецией и Генуей. Преемники архиепископа, осыпая поэта почестями, также использовали его известность в важных дипломатических акциях. Он был свидетелем при подписании мирного договора между Висконте и Карлом IV. Встретился с императором в Мантуе, провел с ним неделю и провожал его на обратном пути до самой Пьяченцы. Позднее он ездил к императору послом, провел в Праге три месяца, где, окруженный почестями, установил дружеские отношения со многими чешскими епископами. После возвращения в Милан Петрарке доставили письмо от императора, увешанный золотыми печатями пергамент о назначении поэта на должность правителя замка. Еще никогда владение пером не возносило так высоко. За герцогским столом Петрарка занимал первое место. В Венеции его сажали по правую руку от дожа. Императрица Анна, родом княгиня Свидницкая, воспитанница Эльшбет и дочери Локетика, в собственноручно написанном письме сообщала ему о рождении дочери. Короли Англии и Франции задумывались над тем, чем бы порадовать его, и вместо книг присылали золотые кубки. Не было такой высокопоставленной особы, которая, приехав в Милан не искала бы пути к скромному дому поэта. Вначале возле собора святого Амвросия, позднее Джериньяно, неподалеку от монастыря картезианцев, где была деревенская резиденция Петрарки, названная в честь сцепиона африканского Лентериум, город в компании и деревенское имение сцепиона. Многие, как, например, Пандольфо Малатеста или Николо Ачайоль, великий санишаль королевства Сицилии, приезжали в Милан с единственной целью раздобыть портрет Петрарки и сочли небывалой честью, чтобы поэт позволил приехавшим переступить порог своего кабинета. В небольшом городке Бергамо жил некий Энрико Капра, золотых дел мастер. Завороженный именем Петрарки, он стал собирать его произведения, которые в основном сам переписывал, и выпрашивал у поэта все новые и новые. Петрарка иногда посылал ему несколько страниц. Всех поражала его щедрость, ибо он отказывал в этом многим сановникам. Энрико Капра так увлекся наукой, что, будучи уже немолодым человеком, записался в университет. Петрарка старался сдержать его увлечение, опасаясь, что золотых дел мастер может кончить банкротством, но Капра вынашивал еще более смелую мечту, хотя бы раз в жизни принять у себя в доме Петрарку. Весь Милан смеялся над этим простодушным человеком. Поэта Лауретос отказывался посещать и не такие дома. Однако, ко всеобщему удивлению и возмущению, Петрарка принял приглашение и в один погожий октябрьский день сел на коня. Собралось множество ломбардских дворян, чтобы сопровождать его в столь необыкновенном путешествии. Все население Бергамо во главе с городскими властями высыпало навстречу. Знатные горожане шли рядом с его конем, приглашая поэта либо к себе домой, либо во дворец муниципалитета. Золотых дел мастер, которого совершенно оттеснили, дрожал от страха, что о нем забудут, но Петрарка направился именно к его дому. Все там было приготовлено к встрече знаменитого гостя. Золотых дел мастер устроил такой пир, какого в Бергамо еще не видели. Комната, где Петрарка должен был ночевать, казалось, была вся из золота и пурпура. В предназначенной для него кровати еще никто никогда не спал и не посмеет спать. Энрико Капро был так счастлив, что родные опасались за его рассудок. А на следующее утро у него под окнами гудела толпа со штандартами и гербами цехов, сопровождавшая Петрарку до городских ворот. Вернувшись к себе, Петрарка застал всех своих переписчиков за работой. Одни переписывали его творения, другие были заняты переплетением готовых рукописей. На своем столе он обнаружил несколько писем, полученных в его отсутствие. Бокаччо писал, что вскоре будет в Милане. Сбросив плащ и надевая теплую япончу, которую всегда носил во время работы, Петрарка задумался о том пути, который прошел. Он шел всегда словно из полумрака на ослепительный свет. Сначала могло казаться, что поэт стремится лишь к полноте знаний, что он хочет познать все богатство человеческой мысли, сохраненной на пергаменте, но это была наивная и робкая мечта ученика. Впрочем, она сбылась. Никто не мог похвастать, что знает больше его, разве только если речь шла о таких науках, к которым он относился пренебрежительно, об астрологии или опиравшиеся на магию медицине. Но даже здесь он мог бы преподать урок многим. В звездах он понимал не меньше астрологов, доктрину которых отвергал, считая смешным предрассудком, зато он знал в них толк как поэт, и, не веря в то, что звезды могут влиять на пищеварение, был уверен, что они могут управлять сердцами. Своё собственное сердце он отдал любви. В ней нашел он не только источник поэзии, но и высшее познание, более высокое, чем книжное, и открыл полный чудес мир чувств. Никто так не умел жить сердцем, как он. Он любил Лауру, и в ней все очарование женщины вообще. Любил красоту благородного поступка, незапятнанной жизни, самопожертвования из любви к ближнему. Любил красоту в природе, от цветов до звезд, от низинных лугов до высоких гор. Любил ночные зорницы, сулившие погоду, и непостижимую тишину леса. Любил то, чего сторонился человек древних эпох и средневековья, обнаженные скалы, дикие ущелья, низвергающиеся в пропасть горные потоки. Он убедился, недостаточно углубиться в книги, чтобы понять, что чувствовали и думали другие, для этого прежде всего нужно углубиться в самого себя и со всей искренностью, на какую только способен вскрыть механизм своих поступков и стремлений. Именно здесь лежит путь к настоящему человеку и к той удивительной способности, которой, кроме человека, никто не обладает в мире, умению слышать, изучать, чувствовать природу, чтобы найти ответ на ее скрытые вопросы. Как писатель, он не считал нужным себя ограничивать. При желании он мог настроить себя на любой лад, и на тот, который необходим для создания сунета, и на тот, которого требуют поэма, эклога или трагедия. Покидая Авеньон, он думал создать драму, посвященную этому городу. Садился писать письма, как философ или моралист, но в любой момент мог стать и простым балагуром, веселым и сердечным товарищем. Был непостоянен в мыслях, взглядах и чувствах, легко подпадал под влияние окружающих, мимолетных обстоятельств, времени года, собственного настроения, и никогда этого не скрывал, никогда не пытался от этого отречься. И мира нет, и нет нигде врагов. Страшусь, надеюсь, стыну и пылаю, в пыли влачусь и в облаках витаю, всем в мире чушь, и мир обнять готов. Петрарко никогда не жил одними только духовными интересами, не был чушь земных страстей, вопреки всем суждениям об этом в XIV веке, о чем он сам писал неоднажды, уважая средневековую традицию. С истинным пристрастием относился к верховой езде. Ему ничего не стоило проскакать пятьдесят километров в день. Большую заботу проявлял о своей одежде и внешнем виде, считая элегантность своего рода воспитанностью. Не сторонился развлечений и веселой компании, пока это его занимало, не избегал женщин, хотя и повторял о них суровые слова философов-стоиков и отцов церкви. Был любовником и отцом, потом дедом, познал множество неприятностей и печалей, но и немало радостных забот. Играл на лютни и пел, рисовал и занимался искусством, как ни один из писателей этой эпохи, восхищался Симон и Мартини, а еще больше Джотто, занимался и сельским хозяйством, сам ухаживал за своим садом, сажал и прививал деревья, охотился и ставил селки, ловил рыбу, с ветром в поле дружил так же, как с тишиной кабинета, пахнущего старым пергаментом и кожей переплетов. Вечно был в движении. В жизни Петрарки случались периоды, когда он больше находился в пути, нежели дома, и часто сам удивлялся, откуда у него такое желание и даже отвага идти навстречу различным трудностям и опасностям. Сколько раз его корабль терпел бедствие, сколько раз ему удавалось ускользнуть из рук разбойников. Но ничто не могло остановить его стремление к познанию мира. Он посетил больше стран, чем кто бы то ни было из современников, да и в более поздние века, вплоть до нашего времени, трудно найти писателя, который мог бы с ним сравняться. А куда он сам не мог попасть, туда направлял свое воображение, подкрепленное знанием географии. Он собирал сведения о крае света, как будто намеревался завтра же туда отправиться, и засыпал нетерпеливыми письмами знакомых, у которых могли быть какие-нибудь сведения об этом далеком острове. Для одного миланского дворянина Джованни де Манделло, который собирался в Святую Землю, он составил «Сирийский путеводитель». Достойное удивление произведения. Точнейшие сведения об этой стране были собраны с такой увлеченностью, что становилось ясно, его интересовала тут вовсе не та цель, ради которой была проделана столь кропотливая работа. Это он сам, а не тот дворянин, странствовал по суше и по морю. Это он останавливался в восхищении среди чудес природы и перед историческими памятниками, плыл вдоль берегов и пробирался через горы. Завершая последний абзац, в котором рассказывается о путешествии с острова Фарос в устье Нила. Поэт, мысленно еще гонясь за призраком Помпея, как бы с чувством сладкой истомы, опускается в кресло, словно бы и в самом деле он только что вернулся из далекого странствия. Петрарко никогда не оставался безучастным зрителем окружающего его мира. Он бурно переживал все свои увлечения, не отрекался ни от страха, ни от боли, к удивлению блаженного Августина не отступал ни перед каким испытанием, ни перед радостным, ни перед горьким. Ему хотелось познать, в силах ли любовь и альтруизм победить эгоизм, или тот возьмет верх над ними. Мирится ли естественная потребность к счастью, состраданием, превратностями судьбы, страхом смерти, гнетом моральных устоев, общепринятых условностей, этикета, общественной зависимости или отбрасывают их. Он понимал также прелесть отшельнической жизни и воспринимал ее так тонко, как редко кто из монахов. Вот почему не в монастыре, а именно в тиши кабинета было создано одно из замечательнейших аскетических его произведений о монашеском досуге. Никто красноречивее его не прославлял тишины светского уединения, исполненного дум, шумящего словом и песнею, безмятежный храм мудрецов. Он никогда не надевал монашеской рясы, не отгораживался от мира. Он мог жить и как отшельник, и как светский человек. Он знал толк во всем, даже в коммерции. Деньги не могли составить его счастье или сделать его несчастным, но он хотел знать, как делаются деньги, и, наверное, сумел бы вести дела банковской конторы или торговой фактории не хуже иного деляги флорентийца. Вопросы общественного устройства и проблемы власти волновали Петрарку с юных лет. Он воспитывался в Авеньоне, где перекрещивались интересы различных стран. А во дворце Колонна имел возможность наблюдать за кулисную сторону многих международных событий, запечатленных потом в различных высокопарных актах, которые приводили в отчаяние историков, пытающихся раскрыть истинный их смысл. Выступление римского трибуна он воспринял как сигнал к бою и смело и открыто стал на его сторону. С тех пор он уже никогда не переставал заниматься политикой. В его политической деятельности было немало поэтической фантазии, мечтательности и того особого романтизма, который он сам создал, романтизма той влюбленности в античность, в которой скорбь по минувшему соединялась с верой, что прекрасная фея не умерла, а спит и может еще пробудиться к новой жизни. Эти фантазии и мечты не только в моральном отношении стояли гораздо выше вульгарного реализма политиков, не брезговавших обманом в дипломатии, с применением силы в ими же самими создаваемых конфликтах, но были и намного реальнее, ибо несли в себе грядущее единство итальянского народа и государства. Следуя своим политическим симпатиям, Петрарко выбрал в те годы Милан именно потому, что тогда он был средоточием важнейших проблем и, казалось, сможет даже добиться гегемонии на всем Аппенинском полуострове. Из этого города открывались более широкие горизонты, и письма, которые отсюда исходили, приобретали всеобщее признание. Петрарко рассылал их во все стороны, императору-генуэстцам в Венецию. Он унимал споры, устанавливал мир, раздавал короны, его слушали со вниманием и уважением, но поступали, как правило, наоборот. Когда же он молчал, с беспокойством допытывались о причинах молчания. Мир жаждал его слов, а еще больше удивительных мыслей, весьма современных и вместе с тем таких архаичных, не соответствующих текущему дню, что иногда это даже раздражало. Для текущего дня, как будто чересчур мудреные, они взывали к дню завтрашнему, не ускорить приход которого было бы стыдно. Петрарко не был ни сдержанным, ни скромным. Императору Карлу, который покидал Италию после коронации в Риме, он направил в догонку короткое и довольно-таки язвительное письмо. Ты, властитель мира, вздыхаешь по своим чехам, обращался он в этом письме к императору и послал ему через своего друга Лелия древнеримскую императорскую медаль, которая, если б могла заговорить, отговорила бы тебя от этого бесславного, если не сказать позорного пути. Будь здоров, император, и подумай над тем, что оставляешь и куда спешишь. Это не был язык дворянина. Ни один правитель замка не обращался так к императору. Не могу молчать, писал Петрарко венецианскому дожу, призывая прекратить братоубийственную войну между Генуей и Венецией. Он не мог молчать. Из какого бы уголка священной итальянской земли не доносился до него лязг оружия, он тотчас же обращался туда со словом примирения, призывая враждующих к согласию, клеймил позором союзы, привлекавшие наемников на погибель своих. Он издевался, проклинал, плакал, умолял, находил в своей латыни слова, которые так врезались в память, что спустя еще много лет их воспроизводили пергаменты многих трактатов. При желании он мог бы занять самые высшие должности, не только апостольским секретарем, как это предлагал ему поочередно каждый из пап, но и кардиналом, да и в светском государстве не было такого высокого звания, которого он не получил бы, если бы этого действительно домогался, но свободный посланец мира не хотел себя ограничивать. Петрарко был первым из когорты великих людей, которых Ренессанс охарактеризовал как «луомо универсале» — идеал всесторонности и полноты человеческой личности в ее способностях, стремлениях и свершениях. Этот идеал нашел позднее свое выражение в таких гигантах, как Леонардо де Винчи и Гете. Петрарко был предтечей и как бы ранним представителем этой плеяды. Портрет Не из замка и не из дворца шли эти письма к папам, королям, дожам и герцогам, в которых Петрарко выступал от имени народов, обреченных на немое послушание. Чем дальше от Милана, тем меньше людей верило, что письма эти рождены в домике на краю города и что их автора можно встретить на улице в толпе прохожих. В Милане все знали поэта в лицо и никто не проходил мимо, не поклонившись ему. Петрарко любил рассказывать об этом в письмах к друзьям, а друзья, хотя и знали, что он ведет весьма скромный образ жизни, все-таки полагали, что Петрарко очень богат. Полностью развеять эти иллюзии ему не удавалось. Казалось, чем старательнее он убеждал в этом, тем меньше ему верили, и за пределами круга самых близких друзей росла в мире легенда о его богатстве и могуществе. На самом деле ему хватало двух комнат, кабинета и спальни. Обе были столь малы, что в них даже нелегко было повернуться. При любом неосторожном движении можно было за что-то зацепиться, что-то опрокинуть. Тот самый кодекс Цицерона, который Петрарко собственноручно переписал в Вероне, том увесистый и толстый, упал и ударил его по ноге, а через несколько дней это случилось снова. «За что же ты меня бьешь, Марк?» жаловался он полушутливо. Только это была не шутка. Рана начала гноиться, и ему пришлось лечь в постель. Для него не было горше муки. Он ненавидел кровать, подушки, одеяло. Ложился поздно вечером и спал мало, словно бы погружаясь во временное небытие. Этот момент он оттягивал как можно дольше, подбадривая себя вечерней прогулкой, призывал на помощь радостные мысли, готов был даже предаться тоске и отчаянию, лишь бы подольше не расставаться с явью. Он хранил ее в пламени свечи, которую не гасил всю ночь. Когда сон проходил, он тотчас же вскакивал, даже если была еще ночь. Рассвет всегда заставал его за работой. Днем и ночью попеременно читаю и пишу, одна работа помогает отдохнуть от другой. У меня нет иных утех, иных радостей в жизни, а работа в руках моих все растет и растет, и я действительно не знаю, как вместить все это в тесные рамки жизни. «Раньше я не ценил времени так, как теперь», писал он Франческо Нелли, приходскому священнику Церкви Святых Апостолов во Флоренции. Всегда ненадежное, в юные годы оно все же оставляло мне больше надежды, а теперь и время, и надежды сокращаются, как, впрочем, и все остальное. Чем меньше у нас чего-то, тем оно нам дороже. Если б на земле на каждом шагу попадались жемчужины, мы ступали бы по ним точно по простым камням, а если б фениксов было столько, сколько голубей, кто стал бы о них говорить? Мне хотелось бы о тебе сказать, но я в своей жизни не терял даром ни одного дня, а сколько их потеряно, если сосчитать, это будут годы. Я знал, что каждый день дорог, но не знал, что ему нет цены. Не знал именно тогда, когда знать это было для меня так важно и полезно. Да, мне неведома была настоящая цена времени. Я стремился беречь тело от усталости, разум от пренапряжения, вел счет деньгам, а время всегда было для меня на последнем месте. И только теперь я вижу, что оно должно всегда стоять на первом. Усталость можно снять отдыхом и страченные деньги вернуть, а время не возвращается. Каждая минута стала для Петрарки драгоценной. Он выделил на сон шесть часов, но и тут всячески старался ограничить себя. На житейские дела расходовал в день два часа, но и их старался уплотнить. Причесываясь и бреясь, он одновременно или диктовал секретарю письмо, или же просил его почитать вслух. То же самое во время еды, если ел один. На столе всегда были письменные принадлежности, и в задумчивости он не раз макал перо в вино вместо чернил. Среди тарелок на пюпитре возвышалась раскрытая книга. На коне он работал не хуже, чем за столом. С утренней и после обеденной верховой прогулки возвращался с сонетом, с посланием в стихах или в прозе. Часто он просыпался ночью, хватал перо и бумагу, которые всегда были под рукой, и, если свеча уже погасла, в темноте записывал возникшие мысли. После шестидесяти он стал спешить. «Я брат», писал он другу ранней юности Сократу, то есть Людовику из Кэмпена, «уже собираю пожитки, и как это делают перед дорогой, смотрю, что взять с собой, а что раздать друзьям, а что бросить в огонь. Я не накопил ничего, и все же вижу, что я богаче, вернее, у меня больше груза, чем я предполагал. Дома у меня бесконечное количество произведений разных жанров, начатых и брошенных. Я открыл запыленные ящики и извлек из них покрытые плесенью рукписи. Из-под моих рук удирали мыши, моль и пауки. При виде этой чищобы литер и бесформенной груды бумаги, я готов был все это придать огню, чтобы избавиться от лишней и малоприятной работы. Но потом задумался. Что мне мешает, сказал я себе, взглянуть как бы сверху на измученного длинной дорогой путника и, оглянувшись назад, бросить взгляд на заботы моей юности. Эти груды бумаг были черновиками и копиями писем, число которых так поразило Петрарку. Оригиналы разошлись по свету, многие из них погибли, некоторые потрепанные и изорванные вернулись к автору, ибо он просил, чтобы ему их вернули, так как имел намерение привести их в порядок и, собрав вместе, выпустить в свет. Не все из них предназначались для потомков, многие он сжег, и в первую очередь написанные по-итальянски, из которых не сохранилось ни одного, и мы теперь не знаем итальянской прозы Петрарки. Из писем, написанных по-латыни, после внимательного изучения, тематики, стили, языка, также многие были им отброшены. Петрарк считал, что потомки будут более требовательными к нему, чем современники, и хотел предстать перед ними в праздничном наряде. Он изменил самую форму писем, исключил все титулы сановников, все церемониальные обращения, устранил весь этикет, которого требовало тогдашнее письмо. Вместо «воз» — «вы», ввел «ту» — «ты», что было обычным для классической античности. Это на первый взгляд как будто мелочь, а на самом деле эпохальное событие, закрывшее эру средневековой эпистолографии, открывшее эру гуманистическую. Сначала немногие осмеливались подражать Петрарке, но в следующем веке уже казалось смешным писать иначе. Последователями его, разумеется, были только одни литераторы, а во всех канцеляриях господствовал прежний высокопарный стиль. Это было одно из тех нововведений, которое стоило лишь стряхнуть с него вековую пыль, засияло своим очарованием. Местоимение «ты» очищало человека от шелухи омертвевших и иерархических оболочек, делало смешными поклоны подметания пола шляпой, возвращало человеческой личности право мыслить по-своему, свободу жестов, слов, сказанных не от порога, а лицом к лицу, в том человеческом равенстве, в котором все мы рождены. В этих двух буквах вмещалось больше гуманизма, нежели могли понять современники Петрарки. Уничтожая итальянские письма, он избавлялся не только от лишнего балласта в своей ладье бессмертия, но и от нежелательных свидетелей. Эти письма были более непосредственными, чем латинские, более злободневными, со множеством нередко излишних подробностей, и их переделка не окупилась бы. В латинской корреспонденции он затушевал слишком яркую действительность, отбирал у адресатов их имена и либо вводил древние прозвища — Сократ, Лелий, Олимпий, Симонит, либо так латинизировал, что они почти не отличались от древних. Рассказывая о современности, он передавал лишь самую суть событий, как бы философское их содержание, и, утратив злободневность, они словно бы приобретали неприходящее значение. Осторожно приоткрыв двери голосам своего времени, он тотчас же захлопывал их, если врывались слишком громкие крики. Такой осторожности научил поэта Цицерон, вернее, история его писем, найденных в Вероне, явившиеся незабываемым предостережением. Более прозорливый, чем Цицерон, более предусмотрительный, чем многие позднейшие писатели, у которых смерть вырывала не одну сокровенную тайну, он сам устранил все лишнее и оставил в своей корреспонденции только то, что сам хотел сделать достоянием потомков. У него не было ни малейшего желания предстать перед судом истории нагим или полуодетым. А если он позволял себе быть обнаженным, то наготой героической, какими были статуи великих людей античности. Петрарко старался передать свой истинный портрет, но без уничижающих подробностей. Впрочем, утаивать ему почти было нечего. Речь шла скорее о том, чтобы подчеркнуть те свои особенности, на которые он мог сослаться с гордостью. Это был портрет писателя и ученого за работой среди занятий и забот творческого труда, писателя, проводившего свои дни в неустанном стремлении к совершенствованию. То он в знаменитой своей японче сидит за пюпитром, то в крестьянской одежде прогуливается среди полей и лесов. Он никогда не бывает один, его всегда окружают тени великих людей, которых он призывает в свидетели своих слов и дел. Поэты, философы, мудрецы стоят наготове, чтобы в нужную минуту подсказать ему подходящую идею или удачный оборот, подбадривают его дружеским словом или жестом. Каждой фразе точно эхо вторит цитата, голос псалмопевца сливается с голосом Горация, и всякий раз на их голоса откликается Вергилий, Цицерон или Сенека. Этот последний следит за содержанием и композицией писем, приподнимая свободную беседу Туллия до высот своих нравственных идеалов. Это были необычные письма, сообщаемые быстрым пером сведения или беседа с отсутствующим другом, хотя некоторые из них и казались такими. Петрарка часто говорит, что пишет в спешке, бросает горсть новостей и, словно нехотя вставляет какую-нибудь мысль, разматывает нить прерванных размышлений. Не будем легковерными. Сохранившиеся черновики свидетельствуют, что из-под его пера ничто не выходило необдуманно, без тщательного отбора слов и утонченного завершения мысли. При последней редакции весь труд подвергался тщательной отделке. Выправлялись отдельные обороты, особенно если они повторялись в ранее написанных письмах, перечеркивались мысли, изложенные где-то ранее, устранялись отдельные цитаты или добавлялись новые. Их обилие вызывало удивление и восхищало современников. Для себя и для них он зачастую открывал мысли забытые или незамеченные на протяжении веков, и вот они воскресали из-за плесневелого пергамента свежие, юные и радостные, словно заново родившиеся. Петрарко писал обо всем, о воспитании, об обязанностях солдата и вождя, о мире, о творческом труде, о стиле, о славе, о цицероне, о Риме, о врачах, о собаках. Его перу не были чужды все моральные проблемы, добродетель, зависть, дружба. Каждую из них он трактовал с большой личной заинтересованностью, наматывая на местоимение эго, как на веретено. Начинал он обычно с какого-нибудь то ли пустякового, то ли серьезного события своей собственной жизни. Иногда речь шла о настроении или о погоде. По его письмам, пожалуй, можно было бы составить календарь погожих дней, дождей и морозов, так же, как по его письмам можно было воссоздать все пейзажи, на которые он смотрел, работая над своими произведениями. Петрарко не был ни проповедником, ни профессором, он был эссеистом. За 200 лет до Монтэня он описал историю своих сомнений, колебаний, раздумий, попеременно обращаясь то к античным авторам, то заглядывая в собственную душу и не спуская глаз с картины жизни, какой он ее себе представлял, повседневно общаясь с людьми многих стран и народов. Менее скептический, чем Монтэнь, с большим запасом аксиомы веры, с такой же, а может, и с большей эрудицией гуманиста и более широким эмоциональным опытом, в котором нашлось место и для природы, и для искусства столь тому чуждых, Петрарко в своих письмах был первым писателем нового времени, который умел о себе говорить так, точно говорил о всей своей эпохе. Это была огромная автобиография, составляемая на протяжении полувека. Она оказалась столь полной, что равной ей тогда не нашлось в литературе. Эти письма напоминали чем-то дневник, чем-то мемуары. Они знакомят нас с поэтом, начиная с ранней юности, даже с детства, вплоть до последних дней семидесятилетнего старца. Он рисует свой внешний облик. Мы узнаем все о его здоровье и недомоганиях, об одежде, образе жизни, о домах, в которых он живет, о пейзажах, которые его восхищают или утомляют, видим его в окружении близких и чужих людей, среди книг, о содержании, происхождении и дате приобретения которых он также сообщает. Он дает нам возможность увидеть его за столом и в спальне, на коне и под парусами и всегда находит время, чтобы украдкой поведать нам о какой-нибудь своей сердечной тайне. Латынь его никогда не подводила. Она стала послушным орудием его мыслей, столь отличающихся от тех, каким служила во времена античности. Он приучил латынь к выражению таких новых понятий, отношений, раздумий, впечатлений, размышлений и порывов, с какими этот язык никогда не сталкивался. Позднее у некоторых авторов латынь была более чистой, более классической, но ни у одного из них она не была такой живой, такой непосредственной и спонтанной. Позднейшие гуманисты упрекали Петрарку в варваризмах, выискивали даже грамматические ошибки, но не смогли поколебать его славу писателя, положившего конец окостенелой латыни средневековья, создавшего новую, проникнутую жаром сердца и яркостью красок его таланта. Он не был педантом и нередко употреблял слова, которых Цицерон избегал или не знал, быть может, даже гнушался, как, например, модерни скрипторес современные писатели, а для Петрарки они были хороши, ибо он находил их и у отцов в церкви, в том горячем потоке, в котором латынь из-под развалин языческого мира влилась в мир христианский. На этом языке он смеялся и шутил, беседовал и думал вслух, восхищался красотой мира, учил и порицал, плакал и проклинал, одинаково способный и к серьезности, и к чувствительности, к боевой трубе и к флейте. Письма, расходившиеся по всей Европе, в Лондон, Париж, в Прагу, не говоря уже об итальянских городах, ко всеобщему восторгу и удивлению несли вместе с новыми понятиями, новым образом мышления и эмоциями новое мастерство. Петрарка оставил три сборника писем. Самый большой, за которым он сам следил, называется «Домашние дела». Другой получил название «Разное», третий «Зрелое». Охватывал корреспонденцию последнего периода жизни поэта. Зная день его смерти, мы с болью читаем последние слова, которые он писал при свече в ожидании рассвета. Работая над упорядочением своей корреспонденции, Петрарка подготовил еще одну автобиографию. Его триумфы явились как бы поэтической версией тех триумфов, которыми Джотто украсил базилик Вассизе, изобразив триумф чистоты, бедности, послушания святого Франциска, а также версии триумфа смерти, созданного Орканья на Кампо Санто в Пизе. В этих стихах Петрарке, как и на фресках, запечатлено множество людей, боги, герои, знаменитые люди, множество близких и преданных поэту лиц, с которыми он общался всю жизнь и решил теперь еще раз собрать их всех вместе на праздник своего духа. Он отмечал его ежегодно 6 апреля, в тот незабываемый день, когда впервые встретил Лауру. И вот снизошел на него у истоков сорга сон, и во сне явился ему Амур на триумфальной колеснице в окружении знаменитых избранников истории и легенд, взял поэта в неволю и повел на Кипр. Так в шести триумфах любви, целомудрия, смерти, славы, времени и вечности среди меняющихся пейзажей картин, аллегорий, символов изобразил он свою жизнь, показав то, что для него было важнее всего — свои стремления к совершенству, свои борения с телом и непокорным духом, всю ту человеческую сущность, сквозь которую мысль проходит как солнце сквозь стекло, свою любовь и ненасытную тоску. Говоря дантовскими терцинами о себе, он вместе с тем говорит как бы о каждом человеке, и бесчисленные тысячи душ увидели в этом зеркале чернокнижника свое отражение. Но, не зная об этом, поэт восклицает перед лицом всемогущего и разрушительного времени, может, напрасно я рассеиваю свои слова. И позднее длинные вереницы проходят перед нами сквозь века и все страны Европы имена художников и скульпторов, великих и малых, которые своим искусством стремились подняться на высоту слов поэта. На кладбищах, в церквах, в залах дворцов, фрески, аррасы, витражи, скульптуры несли мысли Петрарки в будущие времена и отдаленные страны. Точно так же и для поэтов его триумфы были постоянным источником вдохновения. В эпоху Ренессанса их ценили больше творений Данте. Петрарка воплотил в них все свое мастерство и все богатство своей души. Они были венцом его, клонившиеся к закату жизни. Однажды холодным и ветреным вечером в домике возле собора святого Амвросия он изумлялся волнующей простоте строк. Сегодня утром я был ребенком и вот я уже старик. Рива Дегли Скиавони В Вергилиевском кодексе на первой странице по соседству с пожелтевшей и сморщенной от старости обложкой в самом низу во главе эпитафий, которыми Петрарка прощался с близкими ему умершими. Пять рядов букв безупречного рисунка гласят следующее. Наш Джованни, рожденный на мое горе и муке, человек, который пока жил, приносил мне тяжкие и неустанные огорчения, а, умирая, доставил глубокое горе, изведав немного веселых дней в своей жизни, умер в лето Господне, 1361 в возрасте 25 лет, 10 июля или 9-го, в ночь с пятницы на субботу. Весть об этом пришла ко мне в Падую 14-го того же месяца под вечер. Он умер в Милане во время повальной эпидемии чумы, только теперь посетивший этот город, который до сих пор такие несчастья обходили стороной. Так простился Петрарко со своим сыном. Некоторые слова и выражения этой записи повторяются в его письмах к друзьям, написанных после получения грустной вести. Повторяются слова, но не повторяется имя. Говоря о нем, Петрарко употреблял выражение «наш мальчик, наш юноша». Понятная стыдливость отца внебрачного сына вынуждала его к такой сдержанности. Он писал о нем часто и много, не только близким друзьям, но и учителям, которым поочередно поручал его воспитание. Неудовлетворенный то окружением, то успехами в науке, книги боится, как змеи, он забирал его у одного, чтобы передать другому, переводил из города в город, и когда Джованни учился в школах, но также и тогда, когда тот уже дорос до церковного сана. Не отец был тому виною, а сын. Он должен был бы наследовать его славу, состояние и книги, но вовсе не стремился к наукам, был равнодушен к славе, его интересовало только состояние, к которому он причислял и книги. Несколько раз в дом проникали воры, неуловимые и необнаруженные. Петрарко стал подозревать сына, а после одного из таких случаев просто выгнал его. Но у Джованни были заступники как при жизни, так и после смерти. Внешне он был очень похож на отца и унаследовал также его горячий, бурный темперамент, но вместо того, чтобы наследовать добродетели старого поэта, обнаружил неудержную склонность к повторению грехов его молодости. Петрарке удалось бежать от чумы, вовремя перебравшись из Милана в Падую. Будучи каноником падуанским, он и прежде нередко наведывался сюда. Падуя, город Ливия, всегда привлекало его. Ему казалось, что здесь он будет ближе к любимому писателю, на могилу которого смотрел из монастыря бенедиктинцев, сочиняя письмо великой тени. На надгробном камне было высечено имя Ливия, где он назван не историком, а просто вольноотпущенником. Тогда эпитафиям большого значения не придавали. Никто и не подумал уточнить надпись. В Падуя, Петрарко считал себя гостем Ливия в той же мере, что и гостем сеньоров де Карара, с которыми его связывала старая дружба. В истории рода Карара, как и у Висконти, было немало кровавых страниц. Одного из них, милого сердцу Петрарки Джакопо, убили его же родственники. Приемник его, Франческо старый, ранний образчик князей эпохи Ринессанса, покровитель искусства и наук, мечтал о том, чтобы переманить Петрарку к себе и сделать гостем в своем доме. Дом его, состоявший из нескольких дворцов, окруженных парком, считался великолепнейшим во всей Италии. Зали были украшены фресками, в одном из них находилась галерея великих людей, и портрет Петрарки как бы замыкал шествие славы. Получив известие, что поэт приезжает в Падую, князь отправился встречать его к городским воротам. Но встреча не состоялась, ибо Петрарка опаздывал, а тем временем разразился ливень. Князь вернулся во дворец, оставив у ворот своих придворных. Была уже поздняя ночь, когда Петрарку ввели в приготовленные для него апартаменты и внесли туда присланные князем подарки. Когда был подан ужин, явился сам князь и просидел до поздней ночи. На другой день Петрарка без обиняков принялся укорять князя за плохое состояние города. На улицах ухабы, мусор, в грязных лужах валяются свиньи, раздражали его и варварские обычаи на похоронах, когда за гробом покойного шли специально нанятые плакальщицы, оглашавшие улицы душераздирающим плачем и криками. Князь давал любые обещания, лишь бы задержать поэта в Падуе. Но Петрарка ничего еще не решил и вернулся даже на какое-то время в Милан, откуда чума уже ушла. Его приглашал к себе папа, звал император. От приглашения Авеньона он отказался, но к императору решил поехать. Война в Пьемонте вернула его с дороги, и Франческо старый снова мог наслаждаться его обществом. В Падуе Петрарка получил странное письмо. Бокаччо писал ему, что несколько дней тому назад его посетил некий монах из Сиены, будто бы по поручению недавно умершего в ореоле святости картезианца Пьетро Перони. «Час смерти близок», — говорил посланец, — «и пора забыть о суете, оставить литературные труды, иначе ему не избежать вечных мук». Он советовал Бокаччо передать это и своему приятелю Петрарке. Бокаччо писал, что готов сжечь все рукописи, отречься от науки и остаток жизни полностью посвятить религии, а напоследок спрашивал, не купит ли Петрарка его библиотеку, если, конечно, сам не послушается данного свыше знака. «Откуда тебе известно?» успокаивал Петрарков стревоженного друга, что это был голос с неба. «Это мог быть обман, хоть и с добрыми намерениями, или экзальтация несдержанного разума. Я хотел бы его увидеть и познакомиться с ним. Хотел бы знать, сколько ему лет, как он выглядит, как держится. Я взглянул бы ему в глаза, в лицо и по голосу, по манере речи, по способу выражения им своих чувств, заключил бы, заслуживает ли он доверия. Если он говорит, что наша жизнь коротка, а час смерти неизвестен, то об этом знают даже дети. Если советует оставить науку и поэзию, то в этом нет ничего, кроме давнего недоверия недоброжелательных к нашей культуре невежты простаков. Надлежит думать о смерти, быть готовым к ней и делать все, чтобы обеспечить спасение души. Но для этого не нужно отказываться от умственного труда, опоры и утешения нашей старости. Может, это и правда, что простак превосходит образованного человека набожностью, однако набожность просвещенного человека стоит гораздо выше и более достославна. Если ты действительно решил избавиться от своих книг, мне приятно сознавать, что ты предпочел, чтоб приобрел их я, а не кто-нибудь другой. Ты верно говоришь, что я жаден до книг, и если б я стал отрицать это, мои труды свидетельствовали бы против меня. Покупая новую книгу, я всегда считаю, что приобретаю принадлежащее мне. Что касается тебя, то я не хотел бы, чтобы библиотека такого человека, как ты, была разграблена и попала в равнодушные руки. Отдаленные физически, душою мы всегда вместе, и я также страстно желаю, чтобы наши книжные собрания объединились после нашей смерти. Если Бог выслушает мою просьбу, наша библиотека в целости и сохранности обретет покой в каком-нибудь святом месте, где о нас всегда будут помнить. Так я решил, когда умер тот, в ком я надеялся иметь когда-нибудь преемника моих исследований. Что же касается стоимости того, что так любезно ты мне предлагаешь, то я не могу ее определить, не зная ни названий, ни количества, ни ценности книг. Пришли мне точный список в следующем письме. Так вот, если ты решишь исполнить мое давнее стремление и собственное обещание провести остаток нашей несчастной жизни вместе, тебя встретят у меня твои книги, перемешанные с моими, и ты поймешь, что не только ничего не потерял, но что-то еще и приобрел. Бокаччо принял содержавшиеся в письме Петрарке слова утешения, но не принял помощи. Вероятно, избавившись от тревоги, навеянной угрозами монаха, он решил не расставаться с библиотекой. Вместо того, чтобы искать приют в доме Петрарке, он поддался уговорам и уехал в Неаполь. Для Бокаччо город его юности обладал неотразимой прелестью, и он надеялся, что фортуна будет к нему благосклонна. Но его ждало разочарование. Ему предоставили маленькую комнатку в каком-то зловонном доме, кормили скверно, морочили голову туманными обещаниями, а по существу никто им не занимался. Бокаччо вернулся в свое убогое Чертальдо, прославившееся выращиванием лука, словно послушав совета девушки, за которой волочился. А она напутствовала своего одрехлевшего поклонника следующими словами «Оставь Джованни женщин, ухаживай за луком». Петрарка снова, спасаясь от чумы, которая на сей раз посетила падую, перебрался в Венецию. Едва он ступил на ее мостовую, прозрачную и скользкую, точно из жемчужных раковин, едва вдохнул соленый воздух моря, ее лагуны каналов, едва почувствовал ласку вольного простора, окрыленного тысячей ветрил, как тут же поклялся, что никуда не двинется отсюда, потому что нигде не может быть места прекраснее. Благороднейший город Венеция, ныне единственный дом свободы, мира и справедливости, единственное убежище для честных людей, единственная пристань, которой направляются потрепанные бури плоты всех тех, кто стремится жить преуспевая и спасается от военных бедствий и тирании, город, богатый золотом, но еще более богатый славою, великий своими запасами, но еще более великий своими добродетелями, стоящий на мраморе, но также и на более прочном фундаменте гражданского единения. Он был очарован собором святого Марка. «Прекраснее святыни нет во всем мире», писал он Пьетро из Болонии, и целыми часами просиживал в золотистом красочном полумраке, а когда выходил на Пьецетту и смотрел на Моло, ему казалось, что он стоит на носу гигантской галеры, которая вот-вот сорвет швартовы и двинется к неведомым островам. Ему снился наяву кипр, который появлялся в его видениях из триумфов, а когда он возвращался к действительности, она также была сказкой. На улице кипел безумный карнавал. Однако жить в этом городе богатства и роскоши, если ты не привез с собой мешок с золотом, было нелегко. Патрициям, которые приходили, чтобы отдать ему дань уважения и еще раз сказать, какой великой чести он их удостоил тем, что живет в их городе, и в голову не приходило, что такой знаменитый человек может не иметь денег. А поэту их очень не хватало, ибо из-за войны и неурядиц он не мог рассчитывать на регулярные поступления бенефиций. Деньги то пропадали в пути, то их вообще не высылали в ожидании более спокойных времен. Петрарка в обмен на дом и содержание решил отдать Венеции свою библиотеку. Сенат тотчас же согласился. Библиотека до конца жизни останется безраздельной собственностью Петрарки, а после смерти должна была войти в другие собрания и образовать, как он того хотел, большую публичную библиотеку, основанную по образцу античных. Для жилья Петрарка получил двухбашенный дворец Нарива Дельи Скьевони. Из его окон были видны корабли со спущенными парусами, идущие к Реальто. И те корабли, паруса которых трепетали на ветру, направляясь в Египет, Сирию, Грецию, Константинополь. Петрарка ждал оттуда новых даров от Сегероса, который несколько лет тому назад прислал ему Гомера. Рукопись эта была у него всегда под рукой. Он открывал ее и закрывал, тяжело вздыхая. — Твой Гомер, — писал он, Сегерос, — у меня не мой, или, вернее, я возле него глухой. Но один только вид его для меня радость. Часто я беру его в руки, повторяя со вздохом, о, великий поэт, как жадно я бы тебя слушал. Петрарка писал и самому Гомеру, и на пальцах перечел ему тех людей в Италии, которые, возможно, знали греческий язык. На самом же деле, никто из них не знал его лучше Петрарки, который собственными силами не мог как следует прочитать даже нескольких строк. Но вот нашелся человек, словно неспосланный самой судьбой, Леон или Леонтий Пилат. Родом из Калабрии, он выдавал себя за настоящего грека, не то из Фессалии, не то из Фессалоники, впрочем, всегда говорил об этом по-разному, плел всевозможные небылицы о своих предках, которые будто происходили от богов и героев, и так чудесно описывал свою неизвестную отчизну, что можно было забыть обо всем на свете, если не задавать ему, как это делал Петрарка, вопросов, касавшихся географии и доводивших Леона до бешенства. Нездержанный в словах он ругал своего хозяина, проклинал судьбу, которая забросила его на изъеденную червями зловонную итальянскую землю, а сам выглядел дикарем, с черными растрепанными волосами, с кудлатой бородой, в которой застревали остатки пищи, нетерпимой в общении. Магна Белла, чудовищное животное, как его называл Петрарка. Петрарка держал его у себя в доме три месяца. Леонтий ел, пил, спал и писал всякую чушь на своем убогом латинском языке, но время от времени говорил по-гречески, ибо заметил, что у Петрарки и Бокаччо это вызывает немое восхищение, а иногда брал в руки том Гомера и пробовал его переводить. Петрарка снабдил его всем необходимым на дорогу и взял с него обещание, что он переведет весь том Гомера целиком. Бокаччо должен был присмотреть за ним во Флоренции. Он и на самом деле привел калабрийца в студию, то есть во Флорентийский университет, и сам был его первым учеником. Петрарка засыпал их письмами, беспокоясь, что работа не будет сделана надлежащим образом. Не советовал переводить слово в слово, напоминая предостережение святого Иеронима, что в литературном переводе даже самый красноречивый поэт становится заикой. Он не тешил себя надеждой, что перевод Леонтия даст возможность действительно познакомиться с гением Гомера. Пусть по крайней мере сохранится аромат и вкус. Выражал недовольство, что работа подвигается медленно, выходил из терпения и сердился. Неужто я буду ждать так же долго, как ждала Пенелопа Одиссея, сетовал он, но в деньгах не отказывал. А что касается Бокаччо, тот героически выносил более чем обременительное общество калабрийца. Во Флоренции шутили, что его замучает Леонтий Пилат. Наконец, грек закончил перевод и тут же исчез. Бокаччо не верил своему двойному счастью. Семь лет ждал Петрарко латинского Гомера и немедленно дал его переписывать лучшему из своих секретарей. Получилось два тома на прекрасном пергаменте, которые ныне можно увидеть в Париже. Все страницы Илиады пестрят замечаниями Петрарки, а Одиссею, как видно, он до конца не проштудировал. Какие же героические усилия потребовались, чтобы в этом весьма далеком от совершенства прозаическом переводе, в этой чаще ошибок и недоразумений услышать голос Гомера. Петрарко вооружается всеми своими знаниями, ищет союзников среди латинских авторов, у которых вылавливает любые, самые короткие цитаты из Гомера, призывает на помощь рассудок и поэтическую интуицию, которая действует безошибочно, подсказывая верные образы и сравнения. Даже военные реалии он понимает лучше переводчика, превосходит его в знании мифологии, географии. Он изменяет, поправляет текст переводчика, ссорится с ним, и иногда нам кажется, что мы слышим, как Петрарко громко захлопывает книгу, отодвигает кресло и направляется к выходу, но у дверей останавливается и, крадучись, на цыпочках возвращается к столу, раскрывает книгу, надевает очки, и пергаментные страницы вновь шелестят под его пальцами. Остановимся на минуту. Во всей Европе, за исключением византийской окраины на востоке, эта единственная пара глаз, измученная шестьюдесятью годами труда, читает Гомера. На юге Италии, в Калабрии, были, правда, базилианские монастыри, где монахи говорили и писали по-гречески, а вот ран-то даже нотариусы знали этот язык и применяли его в своих документах, но в Гомера никто из них никогда не заглядывал, а, быть может, даже не слыхал о нем. От имени всего Латинского Запада один только этот старый человек с юношеской энергией отправился на поиски утраченного времени, чтобы найти и вернуть себе и своей отчизне, потерянную несколько веков тому назад общности, родство, культур Греции и Рима. Он жаждет, думает, предвидит, во многом предвосхищая весь ренессанс, заря которого только еще занималась. Старый человек сидит на школьной скамье, как в седую старину Катон, но только более возвышенный, более патетичный и более волнующий, ибо он один. На Рива-Делье-Скьевоне собирается толпа, слышны крики. Петрарка высовывается из окна и спрашивает, что произошло. Каждый кричит что-то свое, но у всех на языке слова о затонувшем корабле. Откуда он шел? Из Константинополя. Может, это тот, на котором должен был вернуться Леонтий и привезти ему новые рукописи Платона, Гесиода, Еврипида? Да, тот самый. Леонтий не вернулся. Он погиб во время бури на потерпевшем крушении корабле. Петрарка посылает своих людей на поиски книг на разбитом корабле. То, что удалось найти, он отослал во Флоренцию к Бокаччо. В каждой из городов, которые Петрарке довелось посетить, он поначалу был смертельно влюблен, а потом покидал их с отвращением. Венеция его времени была такой же прекрасной и так же дразнила своей необыкновенной красотой, как и ныне. Петрарка был подобен человеку, который страстно влюбился в сирену, а через шесть лет почувствовал, что она ему вконец опротивила своей рыбьей чешуей и соленым запахом. Ему надоело все, что некогда приводило в восторг. И сверкающий трепет вод, и меняющиеся точно шея голубки краски вечеров, и нагруженные фруктами и овощами плоты, снующие по зеленому канале Гранде точно сон про золотой век. Он не мог больше выносить бульканье воды у дома, в котором жил, а на гондолу, привязанную у дверей, смотрел как на злую собаку. Петрарка мечтал о коне, а единственные кони, которые здесь были, скакали, позванивая зеленой бронзой над фасадом Сан-Марко. Он мечтал о полях и садах, но после нескольких часов в странстве по улочкам и мостам встречал лишь робкую улыбку цветущих олеандров либо веселый взгляд перголы, перевитый виноградом. Высокая суровая колокольня в торчелло, на которую он смотрел ежедневно, напоминала ему тюремные башни авиньона и рима. Нигде на свете я не чувствую себя хорошо, и где бы не преклонил свое измученное тело, всюду нахожу лишь тернии и камни. Быть может, уже пора перенестись в иную жизнь. Не знаю, моя ли эта вина, что мне здесь плохо, или вина этих мест, людей, или того и другого вместе. И Петрарко вернулся в Падую. Аркуа Как в юные годы Бенедикту XII, в годы зрелости Клименту VI, так теперь в старости новому папе Урбану V, Петрарко писал о том, что столицей апостолов должен снова по праву стать Рим. Он угрожал папе небесным судом. Что ты ответишь святому Петру, когда он тебе скажет «Я бежал из Рима от гнева Нерона, Господь рассердился на меня, и я вернулся, чтобы умереть в Риме, а ты...» Какой Нерон или Домициан изгнал тебя из Рима? Видимо, в день страшного суда ты предпочитаешь воскреснуть не рядом с Петром и Павлом, а в толпе авеньонских грешников? Петрарке казалось, что его слова снова брошены на ветер, но вот свершилось. Урбан Пятый возвратился в Рим. В последний день апреля 1367 года, оставив в авеньоне пять кардиналов, папа с остальной частью коллегии, со свитой епископов, аббатов, сановников курии, духовенства и многих знаменитых лиц, горевших желанием сопровождать его в столь необыкновенном путешествии, двинулся из авеньона в Марсель. Здесь его ожидала огромная флотилия из шестидесяти галер, присланных Неаполем, Венецией, Генуей и Пизой. По пути флотилия папы заходила в Геную, Пизу, Корнетто. Папа везде останавливался на несколько дней. Со всех сторон тянулись толпы паломников, государства и города снаряжали своих представителей, а некоторые даже весьма многочисленные посольства. Бокаччо, перенося настоящие муки на коне из-за своей полноты, возглавлял представителей Флоренции. В портах строили мостки, по которым папа сходил с корабля на берег, в городах триумфальные арки, улицы были устланы коврами и усыпаны цветами, балконы задрапированы шелком, на котором была вышита цифра папы пять. На некоторых балконах стояли женщины в необыкновенных нарядах, словно живое олицетворение триумфа Италии. Затем путешествие продолжалось по суше, через Ветербо, где ожидали самого императора, но тщетно. В Рим папа прибыл лишь шестнадцатого октября, в один из тех погожих дней, которые делают этот осенний месяц похожим на весну. Весь город вышел встречать папу с хоругвами, со штандартами, с пальмовыми ветвями, с букетами цветов. В облаках кадильного дыма под пение духовенства Урбан Пятый ехал на белом коне, которого вели удельные князья, а над его головой рейла хоругвь церковного государства. Собралось около двух тысяч епископов, аббатов, приоров, каноников. Перед собором святого Петра папа слез с коня и после короткой молитвы взошел на ступени трона, по которым на протяжении последних шестидесяти трех лет не ступал ни один из пап. И только один человек отсутствовал в Риме в тот день — Петрарка. А ведь это был его день, день, которого долго так настойчиво, так горячо и безнадежно добивался. Урбан Пятый жаловался на его отсутствие, со дня на день ожидал его и, наконец, спустя год обратился к нему с собственноручным письмом. Письмо это не застало Петрарку в Падуе. Он был в Тичино, где обычно проводил летние месяцы. В эти дни он дежурил у постели больного внука. Маленький Франческо, лежа в колыбели, держал его руку в своих крохотных горячих ладонях и слушал сказки. У Петрарки было в запасе их не очень много, и поэтому он рассказывал о реальных событиях, выбирая из истории то, что могло занять трехлетнего ребенка, о ромуле и реме, о капитолийских гусях. При упоминании о капитолии мальчик попросил, чтобы дедушка рассказал, как его увенчали лавровым венком. Он знал об этом уже на память, но всегда слушал с большим вниманием. На этот раз, после первых же слов, малыш заснул и во сне издал глубокий вздох. Петрарко вздрогнул, чувствуя, как ладони, которые до сих пор были такими горячими, вдруг холодеют. В его возрасте уже не плачут, но для сердца нет более горестной и непостижимой тайны, чем смерть ребенка. После похорон Петрарко решил вернуться в Падую. Он был так удручен, что даже не заметил войск, расположившихся биваком по обоим берегам По, даже не слышал грохота арки Бус, нового и страшного оружия. Его лодку задержали. Но при известии, кто едет, наступило как бы перемирие, и отряды обеих враждующих сторон с почестями вывели лодку за пределы боевой линии. Петрарко чувствовал себя неважно, и, отправляясь в Рим, составил завещание. Урбан Пятый напрасно ожидал Петрарку в Риме. Тяжелая болезнь задержала поэта в Феррари. Вскоре распространился слух, что он умер, и в правдивость этого настолько уверовали, что бенефиции, которыми он владел в разных городах, раздали другим. С тех пор поэт с горечью думал, что есть люди, которых его выздоровление разочаровало. Пусть утешатся, я не буду слишком долго испытывать их терпение. Урбан Пятый вскоре умер, а его преемник снова поселился в Авеньоне. Петрарко уже не надеялся дожить до возвращения апостольской столицы в Рим. У него не было прежних сил. К тому же, приводя в отчаяние медиков, он вел свойственный ему образ жизни. Спал мало, питался скромно, ел фрукты, овощи, хлеб, пил только воду. Время от времени его снова лихорадило. Иногда он чувствовал неожиданную слабость, но каждый раз как-то справлялся с этим. Бывали случаи, когда медики, не надеявшиеся с вечера, что он переживет ночь, утром заставали поэта за работой. Неукротимого странника все еще манили бегущие вдаль дороги. Он проводил князя Франческо до Болоньи, но, когда после этого сам направился в Перуджу, не смог уже держаться в седле. Наступила тяжкая година. Пришло время проститься с дорогой, с ветром полей, с далями, со всеми городами, в которых он еще не успел побывать и которых уже никогда ему не суждено было увидеть. Но все же он позволил отвезти себя в Венецию, где произнес страстную речь перед Сенатом. С тех пор далекие дороги сами стремились к нему, принося неожиданных гостей. Среди них был и английский поэт Чосер. Петрарко завершил некоторые работы о невежестве своем собственном и многих других людей, направленную против дерзких аваруистов, которые досадили ему в Венеции, о средствах против удачи и неудачи. Он начал их писать давно, предназначая для своего друга Атсо де Кореджо, жизнь которого явилась ярким подтверждением непостоянства судьбы. От этого дидактического трактата, состоящего из нескольких сот коротких диалогов, веет терпкой горечью утраченных иллюзий и угасших надежд. В первой книге радость и надежда беседуют с рассудком, который готов развенчать любую из даруемых нам жизнью радостей, а во второй тот же рассудок отражает нападки боли и страха, но при этом оставляет человеку одно лишь отречение. Только тот свободен, кто умер. Могила, скала, неприступная для каких бы то ни было прихотей судьбы. Петрарко с облегчением закрыл эту книгу, над которой работал много лет, и, подобно тем, кто ищет отдохновения в цветущем саду, вернулся к итальянским стихам. О своей итальянской поэзии он всегда отзывался с пренебрежением, а по существу с вниманием и нежностью склонялся над каждой строкой. И Петрарко, и Бокаччо долгие годы обманывали себя, клялись, что давно охладели к простонародным куплетам, а на самом деле продолжали писать стихи. Попадались ему пожелтевшие, помятые и разрозненные страницы, на которых была только строфа или даже строка, память тысячелетней давности, как он однажды выразился. Над таким обрывком он порой раздумывал часами, вызывая в памяти время года, которое его породило день, утро или вечер. Воспоминания теснились, принося картины мест, людей, и его собственный образ в пору зрелой молодости. Неожиданно к нему возвращалось творческое настроение, и засохшее стихотворение снова расцветало, словно иерихонская роза под животворной росою. Иногда достаточно было лишь переписать какой-нибудь брошенный черновик. «Удивительная вещь», — записывал Петрарко на полях, «этот сонет я когда-то перечеркнул и выбросил, а сейчас, спустя много лет, случайно прочитал и помиловал, переписал и вставил в надлежащее ему по времени место, 22 июня, пятница, 23 часа». Но все свои черновики он снабжал заметками по латыни, так что даже здесь, в тетрадях итальянских стихов, мы лишены возможности услышать звучание его итальянской прозы. Ища для этих возрожденных сонетов надлежащего им места, он вставляет написанные после смерти Лауры среди тех, которые писал при ее жизни, и сам удивляется в одном из триумфов, что усталым пером стремится за золотой мечтой юности. Из таких заметок на черновиках можно было бы составить настоящую хронику его жизни, так много в них подробностей. 1368 пятница, 19 мая, среди ночи, после долгой бессонницы встаю наконец с кровати, и этот сонет очень старый, через пятнадцать лет попадается мне на глаза, или среда, девятое июня, после захода солнца я хотел взяться за эту рукопись, но меня зовут ужинать, я вернусь к ней завтра с самого утра. Эта внучка Элетта прибежала в его кабинет. Она одна имела право входить туда в любое время. Это была уже большая девочка, очень похожая на деда. Она носила имя матери Петрарки и напоминала ему собственное детство, тот же голос, та же улыбка и живость, те же светлые волосы и быстрые глаза. Когда зять Франческино Доброссано или дочь хотели о чем-нибудь его попросить, то сперва посылали Элетту. Последние годы жил он в Аркуа, небольшом городишке возле Падуи, среди евганейских холмов, дымившихся горячими источниками, кое-где переходившими в трясины и болота, что портило красоту этой местности, столь же привлекательный, как его клюз. Устно и в письмах Петрарка уговаривал герцога Падуанского осушить их и был даже готов понести часть расходов, но не сумел склонить его к этому, о таких вещах думать было рано. Желание Петрарки осуществилось лишь в девятнадцатом веке. У него был небольшой деревянный дом на каменном фундаменте. Несколько комнат внизу занимала дочка с мужем и Элеттой. Наверху жил он сам, да и для секретарей нашлись в доме комнатушки. Дом стоял в саду, переходившем в виноградник, немного поодаль серебрилась оливковая роща. Не было более радостного зрелища, чем Элетта, стряхивающая с дерева оливки. Кожа у девочки была цвета спелой оливки, такая же была и у него в ее годы, да и сама она была как молодое оливковое деревце. Вскоре найдется кто-нибудь, кто захочет увезти ее к себе в свой дом. Приданого у нее нет, но дед наверняка сидит на золоте. Все так говорят. Нечего обольщаться. Люди считают его скупцом и будут удивлены, когда прочтут завещание. Но у Элетты все-таки будет приданая. Она получит его в виде единственного сокровища, которое хранится в этом доме — библиотеки. Петрарка поглаживает подбородок и щеки, словно желая стереть улыбку, которая может его выдать. Какое счастье, что он не оставил библиотеку в Венеции! Какая предусмотрительность, что он никому ее не отказал. Она достанется в наследство почтенному Броссану вместе с этим домом и садом, вместе с виноградником и оливковой рощей, которая всех их переживет. Уэлетты будет приданая. Из тайника в Пюпитре он извлекает завещание, написанное в памятном году, когда Урбан V вернулся в Рим. Прочитав первую страницу, поэт задумался над этим перечнем городов и церквей, где хотел бы быть похороненным, не ведая, куда занесет его судьба. Была там и Венеция со святым Марком, был и Милан со святым Амвросием, и Рим с Санта Мария Маджоре, и Парма с кафедральным собором, где в течение многих лет он был архидьяконом, бесполезным и почти всегда отсутствующим, был наконец Аркоа, где решил он построить себе часовню. Не было только сельского затишья над чистыми, сладкими, свежими водами, где некогда мечтал он умереть под деревом, о которое опиралась Лаура. Это только молодость ищет себе могилу в живой идиллии. Затем он еще раз просматривает, кому что завещано. Двести дукатов для соборов Падуя, двадцать дукатов для той церкви, где он будет похоронен, сто дукатов для раздачи нищим, упомянутому уже герцогу Падуанскому, у которого милостью Божьей всего предостаточно, читал он далее, я, не имея ничего, что могло бы быть для него достойным даром, записываю мою картину, то есть икону Пресвятой Девы Марии, работы выдающегося художника Джотто, подаренную мне моим другом флорентийцем Микеле Ванни. Произведение это такой красоты, кое и не в силах понять невежды, а знатоки искусства стоят перед ней в изумлении. Магистру Донато Допрато, старому учителю грамматики, который живет в Венеции, если он мне что-то должен, а сколько это могло бы быть, я не помню, я прощаю долг и не хочу, чтобы по этой причине он имел какие-нибудь обязательства перед моими наследниками. Далее следовало перечисление сумм, которые Петрарко сам был должен другу Ломбардо да Серико, но это были счета с 1370 года, ныне потерявшие силу. Он уже взялся за перо, чтобы эти цифры изменить, но вовремя спохватился, ведь он не имеет права вносить какие-либо изменения в текст завещания без засвидетельствования нотариусом, и махнул рукой. Сами разберутся. И читал далее. Моих коней, если б я их имел в момент кончины, пусть поделят между собою по жребию мои подуанские сограждане. Бансумелло Ди Вигонча и Ломбардо де Серико. К тому же Ломбардо я оставляю еще свой малый кубок, круглый, серебряный, позолоченный. Пусть пьет из него воду, которую он любит куда больше, чем вино. Хранителю нашей церкви, пресвитеру Джованни де Бокетта, я завещаю мой большой требник, который я купил в Венеции за сто лир. Этот дар я делаю с оговоркой. После его смерти требник должен остаться в Ризнице Падуанской церкви для вечного употребления священниками, которые будут молиться за меня. Джованни де Чертальдо, то есть Букач. Я записываю пятьдесят золотых флоринов, чтобы купил себе зимнюю япончу для ночной работы. Мне стыдно, что я так мало даю такому великому человеку. Петрарку охватили невеселые мысли. Из Чертальдо поступали дурные вести. Бедный Букаччо уже не выходил из дому, прервал свои лекции о божественной комедии, тяжелая болезнь приковала его к кровати. Но самое худшее то, что он вверился жестоким врачам. Петрарка вздрогнул при мысли о тех мучениях, которым подвергают его друга это свора глупцов. Они живьем его режут. Кто из нас окажется долговечнее? Он вздохнул и читал дальше. Маэстро Томмазо Бомбазио из Феррары записываю мою чудесную лютню, чтобы она играла у него не для суеты брянной жизни, а во имя вечной славы Божией. Пусть упомянутые здесь друзья обвиняют в скудости моих даров не меня, а фортуну, если она существует. По этой же причине я называю напоследок того, кто должен быть первым, а именно маэстро Джованни Дель Орлоджо, врача, которому я записываю пятьдесят дукатов, чтобы купил себе перстень и носил его на пальцы в память обо мне. Что касается моих домашних, то воля моя ткава. Бартоломео Ди Сиена, называемый Панкальдо, получит двадцать дукатов, только бы он их не проиграл. Моему слуге Джилида Фьоренса, кроме того, что ему надлежит за службу, двадцать дукатов, то же самое и другим слугам, буду ли я иметь их меньше или больше, сверх положенного по двадцать флоринов. из остальной челяди каждому подводу ката, точно так же и повару. Если кто-нибудь из друзей или слуг умрет раньше меня, предназначенное ему возвращается моему наследнику. Единственным наследником всего моего движимого и недвижимого имущества, которым я владею или буду владеть, где бы оно ни находилось, я назначаю Франческо да Боссано, а его самого прошу не только как наследника, но и как самого дорогого сына, чтобы деньги, которые у меня найдутся, он разделил на две части и одну оставил себе, а другую раздал тем, о ком знает, что я хотел, чтобы им дать. Прежде чем закончу это письмо, я должен сказать еще о двух вещах. Во-первых, я хотел бы, чтобы принадлежащий мне клочок земли за горами в местечке Воклюс, в епархии Кавайон, поскольку не окупились бы затраты на дорогу туда, стал бы приютом для бедных, а если это по причине какого-либо закона или распоряжения окажется невозможным, то пусть он перейдет в собственность двух братьев Джованни и Пьетро, сыновей покойного Раймона Моне, который был моим преданнейшим слугою. А если упомянутые братья оба или один из них умерли, пусть это перейдет к их сыновьям или внукам в память о том Моне. Во-вторых, все мое недвижимое имущество, которым я владею, или в будущем владеть буду в Падуе, или на территории Падуе, пусть вместе с остальным достоянием станет собственностью моего наследника, но с тою оговоркою, что он ни сам, ни через какое-нибудь другое лицо, не может передать другим это недвижимое имущество, ни путем продажи, ни дарственной, ни сдачи в вечную аренду, ни каким-либо иным способом не даже заложить в течение двадцати лет после моей смерти. Делаю я это в интересах моего наследника, который из-за незнания всех обстоятельств мог бы понести убытки, ибо, когда он узнает все досконально, ни за что не захочет от него избавиться. Если б вдруг, поскольку каждый из нас смертен, Франческо Добросано, сохрани его Бог от этого, умер раньше меня, пусть моим наследником будет упомянутый выше Ломбардо Дасерико, который знает все мои мысли и был мне преданным при жизни, каким, надеюсь, он останется и после моей смерти. Добавлю еще одно. Пусть после моей кончины мой наследник тотчас же напишет моему брату монаху из монастыря в Монтре возле Марселя и пусть оставит ему право выбора, что он предпочитает, сто золотых флоринов сразу или ежегодно по пять или десять, как ему удобно. Это написал я, Франческо Петрарко. Я составил бы иное завещание, если бы был таким богатым, каким считает меня бездумное простонародье. Ни слово о библиотеке. Правильно ли было принято решение? Что лучше, оставить ли ее в одном месте в полной зависимости от меняющихся опекунов, из которых один будет просвещенным и заботливым, другой невеждой и беспечным, или разместить среди людей, у которых каждая из его книг будет в почете? Петрарко засмеялся при мысли о том, как будут увиваться книжники вокруг бедного Бруссано и выпрашивать у него хоть что-то из этих бесценных сокровищ. Хотел бы он знать, к кому попадет его Вергилий, его Цицерон, его Гомер, кто будет корпеть над комментарием, который он писал на полях. Перед его глазами вставали лица друзей, далеких и близких, старых и новых, герцогов, кардиналов, епископов, ученых, поэтов. Мы бы хотели нарушить одиночество поэта и рассеять его сомнения, говоря, ты не спускаешь глаз с этой книги Вергилия, которая была с тобой всю жизнь, не опасайся, она не пропадет. Сперва окажется в доме твоего друга Донди дель Оролоджо, позднее станет собственностью Висконти, а когда в 1500 году их собрание будет разрознено, она, переходя из рук в руки, попадет в Рим, где ее купит ученый епископ Тарагонский Антонио Августин. А через сто лет некий неизвестный священник отдаст ее кардиналу Боромео. Тот определит ее судьбу, поместив в Амброзианской библиотеке в Милане, где до сих пор с волнением склоняются над нею исследователи твоих произведений и твоей жизни. Уже несколько месяцев лежал на полке рядом с Вергилием толстый том, присланный ему Бокаччо. Из письма Петрарко знал, что это Декамерон, переписанный рукой у автора. Сколько вложил труда бедный Бокаччо! Сколько денег стоили ему пергаменты оправы! И вот со смирением просит он принять запоздалый дар. Поистине запоздалый, хотя и не в том смысле, как это сказано в письме друга. Бокаччо этим словом как бы оправдывал те двадцать лет, что прошли от завершения книги. А для Петрарки это означало «Слишком поздно, мой друг, где найти время на чтение такой толстой книги?» Со вздохом он протянул к ней руку. «Ах, это итальянская проза, какой безнадежный труд?» Однако вступление с описанием чумы он прочитал не переводя дыхание. Далее только перелистывая страницу за страницей, фривольные дамочки с их легкомысленными похождениями мелькали у него перед глазами. Но только одна история. История Гризельды привлекла его внимание, и он прочитал ее до конца. Вот чем еще одарит он друга, которому так мало отказал в завещании. Боккачо получит от него нечто такое, что будет дороже самого богатого дара. Он переведет Гризельду на латынь. Обеспечит этому отрывку из Декамерона бессмертие и спасет все произведение от забвения. Петрарко с энтузиазмом взялся за работу. Элетта никак не могла допроситься, чтобы он вовремя спускался к обеду. Склоняясь над книгой и видя, что она написана по-итальянски, девушка настойчиво просила деда, чтобы он прочитал ей что-нибудь. Нет, дитя мое, это творение молодости мессира Боккачо неподходящее для твоих юных лет. Внучка уходила от него, надув губы, но, о чудо, вместо того, чтобы исчезнуть за дверью, пряталась на этих страницах сперва в образе самой Гризельды, а потом ее дочери, ровесницей которой была. Готовый перевод Гризельды Петрарко велел красиво переписать и послать во Флоренцию вместе с письмом. Я солгал бы, писал он, если б сказал тебе, что прочитал всю твою книгу, потому что она очень большая, да и предназначена для народа, написана по-итальянски, работы же у меня много, а времени мало. Это было последнее его письмо. Он решил больше уже никому не писать. Прощайте, друзья, прощайте письма. Его ждала Одиссея. С пером в руке он продирался сквозь текст несчастного Леонтия, ища ароматы и вкуса великой поэзии. В открытое окно глядела усыпанная звездами июльская ночь. Кваканье лягушек сливалось с гомоном вече на итаке. Как раз начинал свою речь Леокритос, сын Эвенора, когда перо выпало из рук Петрарки и тоненькой полоской начертило на белом листе бумаги свой последний путь. Так нашли Петрарку на следующий день, 19 июля 1374 года, в канун его семидесятилетия. Голова поэта лежала на раскрытой книге. Это было мечтой всей его жизни — умереть над книгою с пером в руке, кончить писать и жить в один миг. Некоторых не устраивала такая тихая смерть в одиночестве. Рассказывали, что Петрарка умер в окружении семьи и друзей, держа обеими руками руку верного ломбардо Досерико. В тот момент, когда он закрыл глаза, присутствующие заметили, как из-под балдахина ложа вылетело прозрачное облачко, выскользнуло из комнаты, село на крышу дома, снова поднялось и, наконец, исчезло. Никому неведомо было еще завещание Петрарки, в котором он просил, чтобы его похоронили без всякой пышности, возможно, скромнее. И герцог Падуанский, не зная, что нарушает этим волю покойного, приехал в Арко со всем двором. Поэт лежал в дубовом гробу, одетый в пурпурный плащ, полученный им от короля Роберта во время капитолийских торжеств. Элетта надела ему на голову лавровый венок, который сплела сама, как это делала ежегодно в день его рождения. Похороны состоялись 24 июля. Траурную процессию возглавил епископ Падуев в сопровождении епископов Вероны, Веченца и Тревизо. За ними следовал весь падуанский клир, было много монахов с аббатами и приорами. Над гробом несли парчевый балдахин, сам гроб был покрыт черным сукном с золотой бахромой. Несли его шестнадцать докторов права, и следом шел весь падуанский университет. Надгробную речь произнес Фрабон Авентура до Перага из ордена эремитов, впоследствии кардинал. Гроб поставили в склепе церкви Варкоа, откуда через шесть лет перенесли в построенную бруссана гробницу из мрамора на площади перед церковью. В мае 1630 года какой-то монах Фратумазо Мартинелли отбил одну стенку саркофага и украл правую руку Петрарки. На процессе он признался, что хотел подарить ее Флоренции, которая так страдала от того, что прах обоих великих поэтов-флорентийцев Данте и Петрарке покоится на чужбине. Украденная реликвия неведомыми путями очутилась в Мадриде и закрытая в мраморной урне хранится в музее. Спустя 300 лет после Фратумазо ученые вскрыли саркофаг. Исследования скелет показали, что Петрарка был высокого роста 1,83 1,84 1,84 1,84 правая нога его оказалась на один сантиметр короче левый. У него был крупный нос и большой череп. По-видимому, мозг его намного превышал средний вес. Но Петрарка мечтал, чтобы неразлучная его спутница Слава говорила всем, кто придет к нему на могилу, здесь его нет. Ищите его среди живых, среди тех, кто почитает его имя. От автора Первой фигурой, появившейся в моих предварительных набросках к лекции о гуманизме, был Петрарк. Согласно записи в Черновике, датированной 10 октября 1945 года, начало лекции звучит примерно следующим образом. В монастыре святого Аполлинария во Флоренции есть картина, на которой Андреа дель Кастанью изобразил молодого мужчину с благородными чертами лица. Особенно запоминаются безупречные дуги бровей, ласковый взгляд и тонкие губы. Одетый в длинное строгое одеяние, напоминающее монашескую рясу, в левой руке он держит книгу, а правой ладонью жестикулирует, словно бы участвует в дискуссии. Подпись гласит Франческо Петрарко. Это описание я сделал по памяти. Именно таким оно хранилось в ней в течение 19 лет, с того памятного октябрьского дня, когда я рассматривал эту картину в благоухающий сбором винограда Флоренции. Однако моя первая встреча с Петраркой относится к более давним годам и произошла также под итальянским небом во время моего первого путешествия по Италии. Мне было тогда 18 лет, и я заметил, что молодые щеголи вместо платочков носят в кармане пиджаков маленький изящный томик в софьяновом переплете с золотым обрезом. Я немедленно купил себе такой же. Это были сонеты Петрарки. Я заглядывал в них каждую минуту в холле гостиницы, на вокзале, в трамвае. Подобно тому, как флорентийские улицы запоминаются по установленным на их углах мраморным доскам с терцинами божественной комедии, различные площади и улицы Милана или Болонья в моей памяти ассоциируются со стихами Петрарки, которые я там читал. Из рук снобов ко мне попали стихи, с которыми я не расставался несколько месяцев, а по существу не расставался с ними никогда. Со свойственной юности точностью память сохранила целые строфы, и нередко во время лекций они всплывали в моей памяти раньше, чем мне удавалось отыскать их в пострадавшем от времени и небрежного обращения экземпляре издания Леопарди, взятом из библиотеки. Прошло восемь лет. Однажды, приводя в порядок свои записи и удивляясь, что их накопилось так много, взяв в руки потрепанную тетрадь с моими лекциями о гуманизме, я задумался. Ты снова по старинке ведешь свое хозяйство, небрежно и легкомысленно, говорил я себе с горечью. Вот так же некогда лежали в запустении в шкафах и ящиках письменного стола материалы, заметки, наброски неоконченных работ, пока огонь не освободил тебя от них. После этих речей на следующий же день я заключил договор на книгу о Петрарке. Ничто так не выводит из состояния колебаний и сомнений, как подписанный договор. Это наш писательский вариант, жребий брошен. Начало пошло легко, как несущееся в весеннее утро под треугольным парусом ладья. Я взял новую тетрадь. На первой странице вывел дату 14 февраля 1953 года и название Петрарка или Заря гуманизма. Пользуясь своими лекциями и подчас более богатыми заметками на полях черновика, я описал, как говорится на одном дыхании. Через два дня первая глава была готова. Глава? Нет, не будет никаких глав. Будет как у Бальзака цельное непрерывное повествование, пусть даже на 200 страниц. Но это намерение все же не удалось выполнить. Через несколько недель целое стало распадаться на части. Поначалу их было столько же, сколько мус, счастливое число. Потом количество глав стало приближаться к числу месяцев, но и этого, видимо, оказалось мало, если вскоре стала вырисовываться тринадцатая глава. Эти перемены произошли почти одновременно с другими, значительно более важными. Я все меньше стал полагаться на свои черновые записи и на память, и не успел оглянуться, как на моем столе водрузились толстые тома писем Петрарки в различных изданиях, а, выходя на первую весеннюю прогулку, сунул в карман томик сунетов, который с тех пор стал верным спутником моих прогулок среди цветущей сирени и каштанов, вызывая в памяти ту далекую итальянскую весну, когда я впервые читал их, и ту, совсем еще недавнюю холодную, сырую, люблинскую осень, когда искал в них материал для лекций. До неузнаваемости изменился и мой рабочий стол. Еще в феврале выглядел он весьма беззаботно. Слева черновики лекций, справа тетрадь и быстро бегущее перо, но вот появилась папка с надписью Петрарка, старая папка, где раньше хранилась пища бумага, акрополис. Разбухало с каждым днем от листков и клочков бумаги, старых конвертов, различных квитанций, наоборот, которых были сделаны бесчисленные записи и заметки. С того времени число их беспрерывно растет. Они заключают в себе новые и новые подробности, проверенные и упорядоченные даты, фрагменты признаний Петрарки, силуэты лиц его эпохи и окружения, характеристики его произведений, путевые дневники бесчисленных путешествий поэта. Только что я вложил в папку листок, на котором отмечено 25-го первого в Вероне, 13-го третьего в Парме, потом, возможно, в Феррари, 25-го третьего в Пути, возможно, обратном из Феррары, где-то возле По, 6-го четвертого в Вероне, 10-го четвертого в Парме, 19-го пятого в Парме, сентябрь на Капре, потом в Падуе. Как видите, я гонялся за Петраркой, который в эти месяцы, о чем свидетельствуют его письма, буквально не слезал с коня, непрестанно посещал разные города, но нигде не задерживался на длительный срок. Это был год 1348-й, год ужасной эпидемии, которая косила людей по всей Европе. Чума унесла и Лауру. Петрарка узнал об этом в Вероне. Запись о своем горе он сделал в кодексе Вергилия, которому нередко доверял свои печали. Эта рукопись мне была известна по научным описаниям. Я сделал выписки из наиболее важных заметок Петрарки, прочитанных неоценимым Пьеро де Нольяком. Ну вот, наконец, благодаря любезности университетской библиотеки во Вроцлаве, я получил возможность познакомиться с фототипическим изданием кодекса. Это поистине удивительное достижение техники репродуцирования. Настолько точно повторяет оригинал, его размер, вес, качество пергамента, краски, титульные миниатюры, инициалы, различного рода чернила, воспроизводя даже загибы страниц, пятна, следы рук, листавших этот кодекс, что создается впечатление, будто имеешь дело с тем настоящим памятником старины, что покоится в Амбрузиане. С того дня, как в мои руки попала копия кодекса, мне стало казаться, что я получил возможность непосредственного общения с самим Петраркой. До сих пор его образ возникал передо мной из рассказов о нем, как моих собственных, так и чужих. Здесь же поэт был запечатлен в бесчисленных ситуациях. Его можно как бы воочию увидеть и даже коснуться. Сколько раз открывал я ту или иную страницу и с увеличительным стеклом странствовал среди гуще рассеянных на полях записей, сделанных его мелким почерком. Истинной реликвией является первая страница, на которой Петрарка записал даты смерти всех своих близких. Среди них одна, а о смерти Филиппа де Витри, как оказалось впоследствии, была основана на ложном слухе. Он вскоре стал кардиналом и жил еще долгие годы, пользуясь дружеским расположением Петрарки. На обороте этой страницы знаменательная запись о первой встрече и о смерти Лауры. Они же приведены слова из молитвы в день обращения святого Павла, воздающие хвалу Вергилию. Впрочем, в этой рукписи нет ничего незначащего, даже каждая пометка, выделяющая какое-нибудь слово Вергилия или его комментатора, представляет интерес, как свидетельство о раздумьях Петрарки. Таким образом, моя творческая лаборатория настолько изменилась, что я уже не мог работать над книгой за пределами дома. Я убедился в этом летом. Отправляясь в Оливу, я втайне надеялся, что вернусь, если не с законченной книгой, то, по крайней мере, с несколькими готовыми главами, но меня постигло горькое разочарование. Чуть ли не на следующий день я обнаружил, что в торопях, укладывая книги, забыл многие необходимые мне материалы. Сперва я попытался как-то обойти эти пробелы, а потом, как говорят актеры, попробовал маркировать некоторые разделы с тем, чтобы завершить их дома, но оказалось, что я так работать не умею. Каждая фраза у меня зависит от предыдущей, и в их расположении ничто не может быть доверено случаю, иначе не только та или иная страница рассыплется, и ее нужно будет потом переделать, но и вся глава не получит необходимого завершения. После нескольких дней бессильной злости я переключился на другие занятия. Среди этих забот я все больше отдалялся от того февральского дня, когда начал писать свою книгу, и от того июньского дня, который по первоначальному замыслу должен был стать днем ее завершения. А вскоре миновал и тот ноябрь, когда рукопись должна была лечь на стол издателя, повторилось обычное для меня положение «Я не могу управиться с книгой в срок меньше года». Я понял, что если у меня была такая возможность, я бы непременно занялся дальнейшими разысканиями и даже снова посетил те места, которые некогда были свидетелями жизни Петрарки. Мне могут сказать, что я преувеличиваю? Возможно. Но такова уж моя писательская манера. Чем больше я сживаюсь с образом какой-нибудь творческой личности, тем ревностнее отношусь к каждому факту ее биографии, к каждому прожитому ею дню, к каждому ее творению. С большим трудом и сожалением решаюсь я прибегнуть к собственным домыслам, чтобы заполнить пробелы в достоверных сведениях о его жизни. И пока есть надежда, стараясь учесть каждое, даже самое беглое указание. Я глубоко уверен, что всегда следует поступать именно так, и испытываю настоящую неприязнь к авторам, которые, пренебрегая источниками и датами, лихо резвятся на доморощенной лошадке своей фантазии, по чьей-то достойной уважительного отношения творческой биографии. Точно так же сторонюсь я и ученых, старающихся соединить разорванные нити биографических фактов своими гипотезами, не предупреждая об этом читателя. Сколько ошибок из-за этого наследуют грядущие поколения? С Петраркой это случалось, пожалуй, чаще, чем с другими. Мы знаем ряд его биографий, которым недостает лишь темперамента и повествовательного таланта, чтобы быть отнесенными к жанру биографического романа. Я боялся их как проказы и вообще избегал готовых монографий. В своей работе я старался учитывать лишь непосредственные свидетельства жизни поэта, его письма и документы его эпохи. Некоторые читатели могут задать вопрос, а чем отличается труд ученого литературоведа от труда писателя? Первое, что бросается в глаза, даже при поверхностном взгляде на внешний облик книги писателя, это отсутствие примечаний и библиографии, которыми обычно богато снабжены труды ученых. Однако надо отметить, что не каждый ученый ищет славу и признание в этом отнюдь непривлекательном орнаменте. Более существенное, но менее очевидное отличие заключается в самой трактовке предмета. Там, где писателю достаточно одной фразы, ученый, если он добросовестен, не сможет отказаться от целой страницы, особенно при разборе сомнительных дат или отдельных исторических фактов, а также при оценке произведений и их интерпретации. Все это ученые выявляют, писатель же прячет. И где один цитирует различные мнения по спорным проблемам, прежде чем высказать собственное суждение, другой дает готовое решение в ходе единого, непрерывного повествования. Как и в каждом творении искусства, после того, как писатель полностью овладел фактами и создал в своем представлении цельный, ясный и живой образ героя со всеми его отличительными чертами, основной его заботой становится сама структура повествования, непрерывный ее поток, определяющий и строение фразы, и конструкцию страницы, и композицию каждой главы. Структура целого занимает его больше всего с момента, когда он овладел фактами и создал для себя изображаемый образ героя и его отличительных черт, цельным, ясным, понятным, живым. Создавая вымышленного героя, писатель как бы добавляет новую личность к числу граждан своей страны, а, воссоздавая историческую личность, стремится сделать из нее соучастника своей эпохи. Случается, что эпоха не готова принять эту личность, может даже отречься от нее или равнодушно пройти мимо. Чаще всего это происходит именно тогда, когда избранной писателем личности нечего сказать современникам писателя, когда ее жизнь, взгляды, творения, интеллект и характер представляют узко ограниченный интерес. Петрарко никогда и нигде не был чужаком и стал неотъемлемой частью всей культуры человечества. Немногие поэты так сильно и прочно вросли в литературу всех европейских народов. Его назвали первым человеком нового времени, и я надеюсь, что, рисуя облик Петрарки на основе исторических фактов его биографии и богатого литературного наследия, прежде всего его писем, я выполнил определенный долг. И я был бы счастлив, если подобно тому, как некогда говорилось, наш друг Марон, современный читатель мог сказать, наш друг Петрарко.